Роспаковкано! Вы знаете, кто такой Зубарев? Всем привет, это вся моя фан-группа. Серьезно? Тебе рассказать о моем первом стриме? Ее родителей не смущает, что у вас разница в возрасте? Что-то тянет людей. Вот тебя тянет ко мне? Было рехаб какое-то, было лечение. Меня закрывают в подвале. Эти две недели я не хочу вспоминать вообще. А что у тебя за шторками? Пошли. Станцуешь, пацанам? Это Тремпель! И раз! Он танцует, у меня стоит. Донецк 90. Брат, была опечатана дверь. И мне страшно, и я поднимаю, и я откидываю ее. Ну шо, голова, на что готов ради пельменей? На все готов. Брат, меня вообще не стесняет ничего. Ты нормально зарабатываешь? Пять, пошли. Начинается снова. Выключайте камеру. Новый герой в писке Александр Зубарев. Отец легенда ТикТока с 5 миллионами подписчиков. Фанат пельменей. А еще он в прошлом году невероятно мощно ворвался на Твич. В выпуске было столько грязюйки, что нам местами пришлось запикать мат, чтобы не получить на ролик 18+. Но версию без цензуры уже скоро мы выложим в нашем ВК. Поэтому подписывайтесь на нашу группу. А еще, несмотря на то, что выпуск идет почти два с половиной часа, у нас осталась куча всевозможного дополнительного материала. И мы его обязательно выложим в нашем телеграм-канале и в моем личном инстике, где я еще и параллельно пилю бэкстейджи с каждой съемочки. Ссылки мы оставляем в описании. Везде подписывайтесь. И все. Не буду вас больше домить. Давайте уже смотреть этот выпуск. Он офиген. Распаковка нахуй. Подожди, давай еще раз. Да нет, его идеально, мне кажется. Да? Итак, ребята, жижа. Вашему вниманию. Это обыкновенный робот-пылесос. От Xiaomi. Кстати, Xiaomi топ за свои деньги. Просто шляпа, которая развозит все говно вот так вот по полу. Понял? То есть потрясающе. Очень рекомендую. Дальше. Это кошачий домик, кошачьи игрушки и еще овердах. Я дальше покажу. Очень всего много. Как думаете, пользуются коты этим домиком? Нет. Нет. Они пользуются пакетами и все, брат. Они спят в пакете? Они спят в пакете? Да. Спят в пакете. Залазят прям лицом туда, понял? И вот играют в космонавтов. Все. Это единственная игра. Так, а сумочка чья вот? Сумочка там у тебя? Алина. Да это подделка. Подделка? Да это дешевые копии все, естественно. Китай? Естественно. 300 йони с Гонжоу. Но это легендарное место. Все мы понимаем, что такое, да? Что такое стримерский уголок. И вот это своего рода стримерский уголок. Кстати, благословенный уголок. Так, что? Вот здесь вот я сижу. Вот так вот. Говорю вот в этот микрофон. Одеваю вот эти наушники. Клацаю вот эту мышку. И смотрю вот в эти два монитора. Почему два тебе рассказывать? Слышь. Потому что я профи. Я профи в этой. Тебе рассказать о моем первом стриме? Расскажи. Расскажи. Это очень интересно. Во-первых, спасибо огромное Вове Братишкину. Знаете такое? Конечно. Вот. Этот человек притянул меня на Твич. Потому что в свое время меня запретил ТикТок трансляции. Понял? Потому что постоянные оскорбления в адрес каких-то ущемленных. Каждый, каждый, короче, чем-то ущемлен. Понял? Оскорбление прав оскорбленных. Типа того. А Вова притянул меня на Твич. Очень благодарен ему. И первый мой стрим был еще не на этой квартире. Я жил на прошлой. Через телефон. Представляешь? И каким-то чудом он там вывел это все. И технически это было невозможно. Вот это правая рука. Мне придется... Вот это правая рука. Мне придется... Больше всего драчия вот этой правой рукой. Задержка у нас нормальная, Александр. Потом он сказал купить какой-то компьютер. Я купил макбук. Макбук тоже не вывозит, ну полностью не справляется с этими функциями. И потом уже тот же Вова сказал, вот тебе нужен стационарник. Я говорю, хорошо. Ну это времена тяжелые и безденежные, когда я только приехал сюда. Этот компьютер прям... Я занял деньги на него, представляешь? Сколько? Около 50 тысяч юаней. Вышло все это вместе. Почему на этом стриме Вова, братишкин, так себя неловко чувствовал и называл тебя на «вы»? Еще и говорил тебе дядя Саша. Как будто просто между вами вот разрыв поколенческий. Слушай, я не знаю. И то же самое Диппинс. Знаешь Диппинс? Да. Вот, то же самое. Они мне все выкают. А почему я... Ну, в сферу, наверное, унижения. У... Уважения. В сферу унижения. Прикинь. Вы, сука. Наверное, это момент воспитания человека. Это делается из-за уважения. Ну, то есть это только плюсы. Так, а это что за перс у нас? Так, поехали. Это, в общем, у меня есть команда ребят, которые работают со мной. То есть мой модератор Телеграм-канала, модератор Твича и вообще мои близкие друзья и товарищи. Ну, я их ни разу не видел в живую, понял этих ребят. И, тем не менее, они мне близки. Они близки, друзья. Близки по духу, да. В общем, они мне подарили вот такой. Это момент Стёба, потому что у меня волосы отсутствуют. Ну, это типа я, понял? Похож на Николая Баскова. Николай Басков, сука, недолюбливаю его почему-то. Почему? Я не знаю. Ну, какой-то он слащавый, да и красится много. Одним словом, румын. Распаковка на. Холодильника? Да, ой-ой-ой. Слушай, у тебя тут совсем не бедствуешь ты. Ну, как? Ну, яичко одно у тебя есть, смотри. Не, брат. Смотри. У меня их как раз два, блядь. Вот это что-то. Ой, это мне подарила Катя. Это моя сотрудница привезла и говорит, бабушка передала какой-то. Угощайтесь, кстати. Ой-ой-ой, это шоколад. Я его еще не пробовал. Это шоколад, наверное, да. Ну, пахнет шоколадом. Зубы не сломай. Пошел он. Это шоколад, ложи его. Так, это бифштексы, которые мы сегодня кушали, да? Дальше. Говяжьи, да? Сырные лепешки. Да-да-да, говядинка. Дальше, что у нас? Ребра. Это обратно. Ну, это классика. Это копченый лосось и стейки. Ну что, набираем отца. Привет. Я тебе обещал показать свой холодильник. Распаковка, как ты там говоришь? Распаковка. Какой, кстати, у вас там сезон по китайскому календарю? Сезон военого тигра. Чего? С военого тигра? У нас вообще сезон how do you? У нас каждый день льет дождь. А ты знаешь, какой у нас сезон? Подсказочка. Это связано с едой. Сезон пельменей. У тебя каждый день сезон пельменей, брат. Вот еще подсказочка. Зацени, как у нас за окошеком. Сезон шашландоса. Шашландоса сезон у нас. Есть. Ну что, готов? Погнали. Погнали. Тут у нас шашлычки, а еще стейки, колбаски и купаты. Как видишь, я подготовился. Инди-лайт. Не просто индейка. Фишка в том, что в индейке меньше жира и больше белка. А значит, ты потом не будешь сидеть с тяжелым животом и тяжелой совестью. Есть шашландосы с белого и красного мяса. И для каждого маринад подбирал шеф-повар. Вот купаты с колбасками. Идеально, чтобы запечь в духовке или пожарить на гриле. Ну и для ценителей. Стейки в мексиканском и аргентинском маринаде с приправками. Мои любимые. Все это уже нарезано, приправлено, замариновано и готово к жарке. Сразу на мангал. Без посредников. Ищи Инди-лайт в магазинах своего города. А мы возвращаемся к Саше в Китай. Отец? Давай, братан, жду. Дамы и господа. Вашему вниманию гаражик. Гаражик умный кот? Да. Знаешь, как отличить умного кота от неумного? Я не знаю. Я это недавно узнал, кстати. Смотри. Если ты берешь кота, переворачиваешь его вот таким образом и пытаешься ударить головой об стену. Если кот выставляет лапки, это умный кот. Смотри. Смотри, какая умничка. Если я возьму вот того вот белого, он долб... Понял? Он сразу бьется головой об стену. То есть... Ну или ему нравится одно из двух. Ух. Ух ты мой... Ух ты мой леопардик. Почему гаражик? Почему гаражик? Это история трогательная. И готовься, нарежь лука, чтобы для пущего этого, прям пусти слезу. А 2020 год, начало января. Это седьмое... Даже... Это было седьмое января. На Рождество Христово. Это только начался коронавирус. Мы были в Ухане. Это последний из разов, когда нас выпускали... Вообще выпускали просто из дома сходить за продуктами. Понял? Потом нас закрыли полностью на карантин на 90 дней. В общем, я иду и своего рода понял гаражи, закрытые ролетами. То есть, это частные гаражи, которые сделаны под магазины. То есть, там чем-то занимались, вели свой какой-то бизнес. Я иду в супермаркет и слышу дикий крик. Ну прям... Вот как плач ребенка. Понял? Это не просто вот... Ну прям мяуканье кота. Короче, что я делаю? Я приступаю к закону. Я беру ломик и я вскрываю этот ролет, приподнимаю его. И вылазит вот это чучело. Вот оно помещалось мне на ладошку. Полностью съедены были уши и хвост. Ну видать, либо клопами, либо крысами. В глазах полностью все клещи съели глаза. Он даже не открывал их. Понял? И он по мне вот это вот ползет, скелет худой полностью. Он по мне ползет, прям ползет, ползет и втыкается вот сюда в шею. Понял? Этот котенок. И я, короче, понимаю с этого момента, что все. Мы, я клянусь, мы будем неразлучны до конца. Это, видать, ну какой-то либо знак Божий, либо, ну называй как хочешь. Понял? Называй это фатумом, Божьей волей. И я понял, что все, этот кот будет со мной до конца своих дней. Ты спросишь сейчас, благодарен ли он? Нет, ему поебать. Он насрет мне на подушку. Насрет? Нет, ну это в пределах разумного, но рыганет точно, когда переезд корма. И спустя две недели нас закрывают полностью. Хорошо, что я успел затариться там кормами, понял? Я кормил его с, как называется? С пипетки? Нет, не пипетка, а чуть больше такая штука, но не клизма. Мне сказали, вот есть клизма, я говорю, клизму суют в очко. Зачем ты мне ее предлагаешь в аптеке? И, в общем, я его кормил специальной штукой, ну, смеськами там для котят. И откормил, и все, вот он жив и здоров. И оказывается, не я его спас, брат, вот что я понял. Он тебя спас. А он меня. Я бы ебнулся головой во время этого карантина, честное слово. Ну, а ты представляешь, что такое быть закрытым на протяжении 96 дней в 17 квадратах? Так, история появления коксика. Коксик? Не, он боится булочка. Я не смогу. Он тоже булочка? Или вы? Он миленький. Не, он никогда не тронет. Нет, а вы оба булочки. Это, это не булочка, это бабочка. А ты бабочка. Он просто хочет летать, но не может, он жирный. Тяжелый очень. Во-первых, у него, видите, разные глазки. Это очень-очень красивый котик. История появления такая, что его отдали Алине на передержку. Ну, то есть, пожалуйста, последи там за моим котом. И она следила долгое время за ним. А потом эти люди, да мы не вернемся в Китай. И можешь его выкинуть. Ну, это, пожалуй, самый ганганский поступок из всех поступков, которые я знал. Ну, то есть, я считаю, что человечность как таковая проявляется в любви к животным. Ну, то есть, если человек любит животных, то это человек с большой буквы. И вот так вот бросить животного, это самый ебаный поступок. Ну, то есть, это огромная ответственность. Если ты не уверен, что ты вытянешь, если ты не уверен, что ты полноценно готов стать папой и мамой, в прямом смысле, понял? И ухаживать за ним, тогда лучше не заводи. Начало карантина ты находишься в Ухане. Давай вспомним день, когда все это началось. Спонтанно. И нас не предупреждали. Ну, вот ходили слухи, что новый какой-то вирус, да? И мнения разделились на два лагеря. Первые кричали, что это все, это пиздец всему миру, понял? А вторые кричали, что это обычный сезонный грипп. И я не знаю, кто в итоге победил. Ну, и те, и те правы. Но тогда было не до шуток. Китай самая строгая страна, принявшая такие меры изоляционные, которые, ну, я не знаю, где такое было. Вот само понятие того, что я как-то закрыт, блять, изолирован и лишен свободы. Вот, вот это больше всего напрягало. То есть даже просто спуститься за сигаретами я не могу. Брат, была опечатана дверь, ты понимаешь? Ее заварили. И просто подъезд. Нет, нет. Она, ну, специальной ленточкой своего рода. Если я срываю эту ленточку, я еду… Куда? Ну, в тюрьму. У меня рекорд был, это шесть шагов в день. Я отправлял своим пацанам, да. А мне говорят, а тебя, блять, и поссать носили вообще? Как такое возможно? Три шага до унитаза и три обратно? Так, семнадцать квадратов, да. Просто сходил и то. Иногда, наверное, когда ходил в унитаз, телефон на кровати, понял? А-а-а. И поэтому он не считал. Ну, по факту так и было. Шесть шагов. Короче, время было тяжелое. Ну, прям очень-очень тяжелое. Тяжелое морально, понял? Ребят, многие наши герои сталкивались с зависимостями, гневом, паническими атаками, выгоранием и другими ментальными проблемами. Я ложусь спать, резко выброс адреналина, ощущение, что я умираю. Начинает сердце биться вот так вот, резко прям приступ паники, и все, ну, тело трясется. Все знают, что такое чувство тревоги, просто ни с того ни с сего. Что такое паническая атака, к сожалению. В 2020 году с чем-то похожим столкнулся и я. У меня случилось жесткое выгорание от работы. Я перестал кайфовать от результата, стал сильно зависим от цифр и в какой-то момент даже думал уйти в списки. Короче, это мешало не только мне, но и всей нашей команде. Поэтому я решил обратиться к психологу. Мне повезло со специалистом, у нас практически сразу произошла химия. Не было каких-то неловкостей или блоков. Она помогла мне проработать травмы и выйти из тяжелого кризиса. И вот если вы чувствуете что-то похожее, то это точно не нужно пытаться перетерпеть или как-то похоронить в себе. Лучше обратиться к грамотному специалисту. Такого вы сможете подобрать в Ясно. Это единственный в России сервис, который провел больше миллиона психологических сессий. Заполняйте анкету онлайн и указывайте, что именно вас беспокоит. Тревожность, проблемы в отношениях или что-то еще. Сервис предлагает 12 психологов, которые решают эти сложности. Каждый из них с профильным образованием и прошел строгий отбор Ясно. Выбирайте своего психолога по ссылке в описании. А промокод вписка даст вам скидку в 20% на первую сессию при регистрации. И будущий вы точно скажет вам спасибо. Ты завел ТикТок в 2021 году. Тебе за 30. ТикТок преимущественно подростковая сеть. Почему ты вообще его заводишь? Ответа нет. Просто все окружение, которое более-менее молодежное, включая моих кумовьев и людей, с которыми я просто общался в Инстаграме. Просто, знаешь, хорошие знакомые. Они говорили, что это популярная социальная сеть, которая сейчас выстрелит. Понял? И с твоим чувством юмора ты должен туда залететь. На что я сказал, мне в принципе похер. Я не сидел там никогда и до сих пор не сижу. У меня порядок такой. Я захожу, заливаю видос, тот, который снимаю для своей ТГ. Понял? И выхожу. Сразу полетела? При наличии, допустим, тех же 200 подписчиков, да? В первый день, выложив там первый видос, выстрелило 2000 просмотров. Я думаю, ну, блянь, класс. Второй день, второе видео, да? Выстреливает 5000. Уже подписчиков 300. И потом как-то все, блин, я не знаю, как тебе сказать. Просто вот автоматом идет. И я иногда захожу и охуевают статистики. По 50-60 тысяч в день добавляется просто вот так вот. Ну, после каждого видоса. Потом первый видос. Бам, 10 миллионов просмотров. И все. И добавляется, начинает по, ну, просто суммы, я не знаю, ну, конченые. 100 тысяч человек в день приходит. Представляешь? 120 тысяч человек в день после одного видео. А, и рекордсмен 60 миллионов, и после него добавляется вплоть до миллион человек. Ну, ты понимаешь? Угу. Алгоритм, я не знаю, как он работает, но дай бог здоровья тому, кто его разработал. Когда ты почувствовал, что ты успешен в ТикТоке? Что ты вообще медийно становишься популярным? Брат, знаешь, в чем мой прикол? Я нахожусь здесь. Здесь я нах** никому не нужен. Вот здесь посмотреть на людей и сказать, вы знаете? Вы знаете, кто такой Зубарев? Всем поебать. Абсолютно все равно. Никто не знает, кто такой Зубарев. Да, когда мы приезжали в Санью, мне было безумно приятно. Мы приезжали на Санью отдыхать. Это самый юг Китая. Понял? Курортная зона. И вот там русскоязычные ребята, я не понял, откуда они. Скорее всего, с Беларуси. Они подходили и говорят, ты... Ты ж ты Зубарев? Я говорю, блядь, да. А можно с тобой сфотографироваться? Я говорю, пацаны, с удовольствием. И вот тогда только я чуть-чуть понял, вот понял, что... Ну, х** знает. Может, я кому-то и интересен. Окей, как ты думаешь, ты оказался в нужное время в нужном месте, поэтому выстрелил? Брат, я не знаю. Это все просто красивое стечение обстоятельств. И не более. Я повторюсь и буду повторяться на протяжении всей жизни. Таких харизматичных, с чувством юмора и веселых, и энергичных пацанов, как я, просто миллионы. Был бы я в любом другом месте, я бы не выстрелил. Это, получается, на фоне коронавирусных ограничений у меня пошло вот это вот. Понял? Ну, то есть я рассказывал все, что происходит и показывал это. И поэтому, наверное, вот так случилось. Ну и плюс, не знаю, подача. Наверное, дело в подаче. Что-то тянет людей. Вот тебя тянет ко мне? Ну, все ближе и ближе. Ну, вот насколько близко? До миллиметра. Ну, вот прям, чтоб вообще близко. Начинается снова. Выключайте камеру. У тебя есть чуйка на видосики, которые вот точно залетят? Нет. Нет. Тикток это настолько рандомайзерная хуйня, как оно определяется, я не понимаю. Есть видосы, которые ты прям вкладываешь в душу и понимаешь, сейчас будет разъеб. Сейчас будет разъеб, но это ж, сука, это смешно. Тебе самому смешно, ты кайфуешь от того, что ты сделал. Ты заливаешь его 600 тысяч просмотров. Вот мы размышляем на серьезные темы. Не залетает. Понимаешь? Иди сюда, повар. Вы меня прямо на этом сто... Я тебе сейчас дам в жопу. На, на. 40 миллионов просмотров, все в восторге, все аплоди... Да сукин сын, все так же вкусно. Хранит он рецепт. Как и я хранил тебе очко. Иди сюда, бля. Давай назовем конкретных людей, кто тебя смешит. Чей юмор тебе прям заходит? Я не знаю, ты в тикток видел или нет, пацана зовут Янчик. Да. Ты же тот самый чувак. Да, да, это я. Который я хрен в козу. Да. Что? Это потрясающий чувак. Я не знаю почему. Во-первых, актерская подача, понял? Во-вторых, вот тонкость всех подъебчиков. Вот этих вайнов или как называются эти видео? Вайны. Вайны. Ну это потрясающе, правда. То, что он делает, я прям, я восхищаюсь этим типом. Из стендаперов вы сейчас, наверное, оху**ите, но никто не нравится из топовых, знаешь, вот этих вот ребят, которые, ну вот даже собирают там стадионы, да? Как фамилия этого пацана быстрее? Орлов? Нет, 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 который прям собрал стадионы на леднику. Рыжий, рыжий тип. Воля. Рыжий, сука. Рыжий, сука. Щеботков? Как же его? Поперечный. Даже вот эти типы никогда не вызывали какого-то восхищения. Знаешь, кто вызывал? Ваня Усович. Ваня хороший. Прям, это тот чувак, который, ну, ты смотришь на него и, ну, прям не хочешь отрываться только из-за его вот этого вот. Ну, понял? Ну, на вот этом уровне, я не знаю, это образ, либо на самом деле он такой человек. Я без понятия, и я даже не хочу знать. Это ребята вообще пи... А, у вас же прилетит АП, да, если я поставлю? Или можно кусочек? Маленький-маленький. Мы дадим 3 секунды. 3 секунды. А полную версию дадим в Телеграме, где будешь плакать. Я буду плакать, я буду курить сидеть. Курить голый. Голый на балконе. Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Если рай для ушей существует, ребятки, то Людовика Эйнауди это он. Это величайший композитор. Коллиция пластинок еще скудная, но я обещаю ее пополнить. Людовика Эйнауди, джаз-эктрис, Людовика Эйнауди в арабской обработке, потому что это просто разд***овская штука. Сигаретс Афтерсекс и, естественно, богемская рапсодия. Ммм. Богемская рапсодия это... Ну, я не знаю, как тебе объяснить, что для меня значит Фредди Меркури. Ну, наверное, больше, чем весь-весь взятый шоу-бизнес. И никто, ни от кого, никогда так не фанател, как я от Фредди. Ну, кто для тебя больше? Братишкин или Фредди? Блять, Фредди! Ночь с булочкой или ночь с Фредди? Ночь с Фредди. Ночь с Фредди. Без обид. Роспаковка нах! Роспаковка! Но это уже, брат, это уже новый уровень той жизни, к которой я пришел. И это из разряда детские мечты и закрыть дештальт. Часики. Открывай, открывай, сейчас мы у тебя все изымем. Начнем с чего? С зенитов. Давай. Ну, ты понимаешь, что такое зенит? Понимаю, что это дорого. И раритетно, да? Да. Это... Это лимитка, понял? Это обалденного качества швейцарские часы, которые... Ну, о которых я всегда... О которых я всегда мечтал. Ценник. Вот эти часы стоят 80 тысяч юаней. Дальше. Ну, мы идем по нарастающей или слабенько? Ну, если по нарастающей, то... Ролексы. Это предел мечтаний. О май гад. Это прям... Ну, это предел мечтаний, брат. Это лучше, чем пельмени, согласись. Да. Да. Это золотой Ролекс. Золотой Ролекс. Дай подержу. Не уроню. Точно не уроню. Потому что я потом, блядь, тебя уроню. Я понял. Ролексы. Ценник. 120 тысяч юаней. 120 тысяч юаней. Брат, я тебе скажу... Почти полтора миллиона рублей, понимаешь? Полтора миллиона рублей. Что покупка вот этих двух часов – это не понт. Ты не увидишь вот эти часы на мне вот так вот, знаешь, просто вот каждый день я хожу и там в них нет. Во-первых, это неудобно. Это пиздец как неудобно. Я тебе честно скажу, если Ролексы еще хоть более-менее можно, зениты ты каждый день не потаскаешь, потому что они прям массивные. Это больше... Знаешь, какой момент? Инвестиции. Через десять лет я продам их, ну, по... Если все будет хорошо, я продам их за ту же цену. Представляешь? За ту же цену, которую купил сейчас. Если все прям очень плохо, то продам за 90% от стоимости, которую я купил. То есть это своего рода сбережение. Я, конечно, очень надеюсь, я не верю в эту хуйню, что нужно посылать мысли в космос, но я очень надеюсь, что никогда не дойдет до того момента, чтобы я их продал. Подожди, откуда у тебя вообще мечта про роликс? Ну это выглядит как чисто такой пацанский пон, знаешь. Хочу роликсы, хочу девчонку красивую, тачку дорогую, маме купить двухэтажный дом. Ну это классический, понимаешь, стереотип вот этого бандюка. Ну то есть вот тех ребят, на которых мы смотрели с открытым ртом, когда они ездили на тонированных 99-х в 90-е годы, понял? Саша Белый. Ну вот типа-типа того, да. И у них были омеги и роликсы. И мы смотрели на этих ребят, мы понимали стоимость этих часов, мы понимали стоимость тех машин, когда пригоняли еще первые только Митсубиши пожар. И если у тебя был Мерседес, то это все. Ну ты прям... Поднялся. Это все, да. Ты просто король района, блядь. Когда мы ездили на москвичах, раздроченных, 412-х. Это своего рода вот... Ну просто я этого добился. Бам, галочка, понял? У меня это есть. Бам, галочка. Все. Я смотрю на них и уже кайф, понимаешь? Бэшку купил, роликсы приподнял. Какие еще хотелки тебе надо закрыть, чтобы вот все мечты твои исполнились? Брат, я очень хочу дом где-нибудь в Португалии либо в Италии. Я безумно хочу дом. Я человек не пьющий, как ты знаешь, но я хочу виноградник свой. Чтобы начать пить. Да может, блядь, и сопьюсь там в этой Италии. Но хочу именно вот Италия и Португалия. Я не знаю почему. Возможно, потому что я много раз там был, и мне менталитет этих людей очень-очень нравится. Но не было никогда такого, чтобы мы шли где-нибудь по Италии, по улочке, и какая-нибудь женщина не сказала «Боже, какие вы худые!» и затягивают за руку, блядь, и кормят... И тут я воткнулся. ...сорок видов спагетти, брат. Каждый человек хочет тебя затянуть и накормить. Ничего не прося взамен, понял? Не продавая свои там макароны. Сколько рекламных контрактов принес тебе конкретно ТикТок? Один. Так. Один, и это была коллаба с каким-то типом, который заплатил что-то долларов пятьсот. Все остальное поступали предложения, но по каким-то своим соображениям, моральным и нравственным, я отказывался. Самая яркая это была реклама «Масло». Масло? Мне тип, да, сказал «Мы изготавливаем масло, можешь нас отрекламировать?» А я говорю «Брат, я, ну, при всем своем там остроумии и находчивости, я не вижу, как мне отрекламировать масло. Поэтому, может, не надо?» Второй говорит… Подожди, какое масло? Сливочное? Масло сливочное. Сливочное масло. Ты мог бы обмазаться? Ну, а как? Как это масло доставят мне? Мы вам хотим его типа, ну, чтобы вы отрекламировали его вот так вот, что вы мажете на хлеб. Я говорю «Как? Я в Китае, блядь». Не, возможно, я бы согласился, если бы мне сказали, блядь, брат, 20 тысяч долларов. На, намажь масло. Я бы обмазался весь нахуй этим маслом, понимаешь? Второй тип говорил «У нас секс-шоп». Да. Классный секс-шоп. И ты можешь отрекламировать его, потому что мы работаем на территории всего постсоветского пространства, на территории СНГ. Мы закупаемся в Китае. И продукты… Я говорю «Как ты это представляешь?» Ну, серьезно. Ну, как ты это видишь? Я покупаю, что, анальные шарики и сую себе, и типа снимаю. «Эй, покупайте у него эти шарики или как, блядь». Нет, ну ты можешь взять какой-то реквизит и сказать «Вот, я пользуюсь им, я купил». Я говорю «Ну ты что, ебанутый?» Не, я, конечно, знаешь, человек простой и, в принципе, могу что-то исполнить. Но, опять же, я же тебе говорю, есть какая-то грань, понял? Возможно, это было бы прикольно, но, может, я был в таком настроении, когда просто хотелось сказать «Да иди ты нах** со своим секс-шопом, суй себе сам эти шарики куда хочешь там». Ну, то есть, мы выяснили, секс-шоп не твое. Вообще не мое. Понял. Вообще не мое. Хотя, знаешь, сейчас секс-индустрия, ну вот именно секс-развлечения в Китае особенно, шагнуло просто пи***ть. Ну-ка. Сейчас есть, ты не видел вот этих кукол, которые создают? Нет. Ну, не просто, которую ты надул, и там она лежит с рогаткой, да, и открытым ртом. Нет. Это та, которая, ну, подойдет тебе, помассирует ушки, прикинь. Да, есть какие-то, ну, моменты, то есть, она раз лаганет там, понял, чуть-чуть, но она, сука, ты ее трогаешь, как вот, как наша кожа, понимаешь? Она издает какие-то звуки, она стонет, ну, так говорят, я не знаю. Ты не прав? Не, она стоит бешеных денег. Сколько? От 15 тысяч долларов, вот эти роботизированные куклы. Ну, а с другой стороны, сколько ты тратишь на воровку? В год. Думаешь, дешевле? Езжай, нахуй! Короче, я куклу беру. Так, а сколько сейчас стоит, может, коллаба с тобой в ТикТоке? Я не знаю. Ну, ты бы сколько попросил. А сколько вообще стоит, ну, вот при таком, при таком количестве там подписоты? Вот 5,5 миллионов. Сколько вообще запрашивать? Ты мне скажи, сколько запрашивать, я столько и буду говорить, если что. Проси много. Буду просить много, брат, по факту все нахуй. Если он спросит, сколько, я скажу, много. Он скажет, понятно. Я, давай. Мы так далеко пойдем. Деньги будут водиться. Все, я понял. Ребята, а сейчас еще одна распаковка. Передо мной сочная, аккуратная коробка прямиком из Китая, а в ней красавец Realme C55. Я не вилсаком, чтобы делать подробный анбоксинг, поэтому. Производитель называет эту модель чемпионским смартфоном. И вот почему. В ней есть камера на 64 мегапикселя, встроенная память на 256 гигов. Вы сможете хранить все видосики и фоточки, которые нас снимаете. И добавьте сюда мощнейшую зарядку и супер емкий аккумулятор. Ну что, давайте протестим. Тест прошел удачно. Это реально чемпионский смартфон. Стоит недорого всего 16 990 рублей. Залетайте по ссылке в описании и узнавайте подробности. А чтобы вы нас не ругали за рекламу, мы договорились с Realme разыграть этот смартфон и наушники Buds Air 3 Neo в нашем телеграм-канале в ближайшее время. Обязательно участвуйте. А теперь погнали дальше смотреть выпуск про отца и молодцы. Ты залетел на Twitch с совместными стримами со звездами площадки. Угу. Кто из них тебе прям искренне понравился? Вот с кем бы ты мог подружиться в реальной жизни? Я Вилона обожаю. Просто обожаю Вадюху. Он прям охуенный. Видно, что он настоящий пацан. Без какой-то, знаешь, корости. Без какой-то зависти. Лезьте. Как по-твоему, на Twitch многие ребята играют персонажей? Да. Это прям чувствуется? Да, да, да. Ну то есть я понимаю, что эти люди совершенно другие в реальной жизни. Но когда они заходят, они... Эй! Йоу! Йоу! Всем привет! Тот же Бустер. Он же спокойный пацан. Да. Абсолютно спокойный. Он просто вот общительный, милый парень. Знаешь, особенно когда я смотрел, как он разговаривает с мамой. Ну это просто мамулечка. Понял? И он стоит как... Ну реально, он классный, милый пацан. А там заходит в рот. Вертел. Блядь, ну это... Ну это тоже круто. Да круто, блядь. Бустера тоже очень люблю. Что тебе дает Twitch как платформа? Кроме денег. Twitch это, своего рода, стал как... Знаешь, как какая-то маленькая семья. Ну то есть, ты понимаешь, что ты приходишь вечером домой, и ты должен уделить внимание своей семье. Ну то есть, побыть с ними, посмотреть фильм, либо кого-то отх***ить, либо поговорить о глобальном, понял? Либо высказаться, что у тебя накипело. Они высказывают, что накипело у них. Мы это все обсудили, разобрались. Все, спокойной ночи, давайте. Попрощались. То есть, у тебя средний онлайн 20 тысяч человек, это 20 тысяч членов семьи? Да. Ну это ты загнул 20 тысяч средний онлайн. Средний около 15. Ну да, да. 15 членов. Твоя мечта, да, как раз? 15 членов. Твоя цитата по отношению к рекламе. Если мне предложат такие деньги, от которых я не могу отказаться, то я переобуюсь моментально. Ну естественно. Все продается и покупается. Ну разве не так? И если мне бы предложил тот же секс-шоп рекламировать какие-то вагинальные шарики, то я бы этими шариками жонглировал на... Если бы мне сказали там 100 тысяч долларов, эти шарики выскакивали бы отовсюду, блять. Ну опять же, предел есть всему, понял? То есть, если бы мне сказали, смотри, вот политическая партия, понял, которую ты должен там отрекламировать, нет. Вот тебе миллион долларов, нет. Сколько тебе занес казик? Во-первых, относительно недавно я начал крутить. Во-вторых, мы осуждаем казино. Казино. Казино это плохо. Казино ни к чему хорошему не приведет. И казино нужно использовать в меру, если у тебя есть лишние деньги. Момент заработка это ужасный, потому что он тебя оставит только в кредитах и внесет только в одно, в петлю. Поэтому надо к этому относиться благоразумно. Сколько принес? Ну, на данный момент около 100. 100 тысяч долларов. Распаковка. Тебя за рекламу казика. Все слова, все фразочки, которые ты перечислил, вот эти защитные, это просто оберег для тебя, чтобы у тебя, а, не блокнули, наверное, на твиче, и чтобы, б, как-то вот перед законом оградиться. Но по факту у тебя, как ты говоришь, семья, 15 тысяч человек, и ты перед ними, по сути, легализуешь игру вот этим крутящим моментом, каткой, понимаешь? Оправдывать себя бесполезно, потому что это хуйня. Я знаю, что это хуйня. И я подаю хуйня пример. Но попытаюсь все-таки себя чуть оградить. Давай. Было определенное время, когда, ну, на полном подсосе я жил, да, и люди, которые, ну, когда я первый раз пришел на твиче и начал крутить, прям всем чатом сказали мне, крутят все, и это все прекрасно понимают. Ну, то есть ты можешь брать, ты не зашкваришься в наших глазах. Ну, то есть ни ссы, ничего страшного в этом не будет. Крутят все, причем начиная с низов, заканчивая топовыми. И никто их за это не порицает. Ну, то есть ты можешь взять, ничего страшного не будет. Главное, не забрасывай вести основной контент. Не стань просто вот казино-стримером, понял? Вот, вот это самое главное. Поэтому я взял. Понравился ли мне вкус денег? Да нужно быть, чтобы сказать нет. Конечно, да. Ну, конечно, да. Ведь жизнь изменилась, ну, вообще, как до и после. Есть реклама, за которую тебе зашквар? По продажам курсов какого-то типа на маркетплейсах, на каких-то, я просто не был в курсе, что это какая-то хуйня, которая является отчасти скамом. Понял? Да. Я не знал, я не вникал в это. И с этого момента, слава богу, что это произошло, теперь вся рекламная интеграция фильтруется настолько сильно, что если хоть один негативный отзыв в рекламе отказывается вообще полностью. Нет противоречия в том, что ты одновременно для многих батей даешь такие отцовские советы, размышления, вкидываешь. И с другой стороны, ты показываешь объективно плохой пример. Слушай, ну, наверное, может быть, мне тоже надо на этом этапе это пройти. Может, если бы у меня был альтернативный момент, ну, какая-то альтернатива в заработке, я бы этого не делал. Ну, то есть, если бы у меня были какие-то предложения там по рекламе, которые приносили бы мне да хоть половину того, что дает вот эта хуйня, я бы этим, наверное, не занимался. А других предложений нет? Других предложений все они так или иначе связаны с каким-то риском и азартом. Ну, то есть те же букмекерские конторы. Ну, блядь, какая разница? Все это глобальное наебалово. Какая разница? Что рекламировать? Ну, поэтому поменять, допустим, казик на каких-то букмекеров и рекламировать их, да это та же залупа. В России Лига безопасного интернета выдвинула идею, что стримеров нужно уголовно наказывать за рекламу онлайн-казино, и в списке были Крит, Бустер, Парадевич, Хованский и ты в том числе. Что думаешь об этом? Я не вижу, как это технически возможно сделать. Ну, то есть я гражданин Украины, который проживает в Китае и как-то может быть уголовно наказан на территории РФ. Ну, я не понимаю, как они это сделают. Ну, я планирую жить на территории РФ? Нет. Я планирую там как-то оставаться и работать, но вроде бы нет в планах. Я понимаю, что у меня там есть друзья, к которым я могу прилететь. Если мне запретят въезд? Ну, запретят. Я не заеду. Ну, то есть как-то что-то сидеть на очке и думать, что ой, а что же случится? Ну, хорошо, давайте тогда предъявите эту уголовную статью. Ну, мы наймем адвоката и добьемся справедливости. А как ты думаешь вообще, стоит ли властям следить за Твичом? Есть ли там потенциальный риск для детей? Стоит властям следить за тем, чтобы на футбольных стадионах не было рекламы букмекеров. Стоило следить властям для того, чтобы на федеральных каналах не запускали рекламу букмекеров. Это тоже казино. Если ты зайдешь на сайт букмекерской конторы, есть там раздел «казино». Но, блядь, из-за того, что мы, видите ли, не заносим властям, не отдаем какой-то, да, процент, а они, видать, этого хотят. Вот, блядь, они и прижали. Нужно бороться со стримерами. Вот, блядь, вселенское зло. Те, которые научат какой-нибудь хуйню. Если бы твой ребенок, например, смотрел «Малстроя» или «Никоглая», ты бы спокойно к этому относился? Ради бога, смотри, что угодно. У тебя есть я. Я тебе поясню, что такое хорошо, что такое плохо. Ты просто подойди и узнай у меня, что. Это правда или нет? И давай вместе посмотрим. «Никоглая», «Малстроя». Посмотрим, что они думают и создадим какую-то альтернативную точку зрения. Может, с чем-то согласимся, может, что-то опровергнем. Но самая скандальная ситуация, в которой был «Малстроя», он ударил девочку лицом об стол во время твича. Во время стрима на твиче. Я не знаю, кто такой «Малстроя», и уже не хочу знать этого. Все. Недавно «Никоглая» обвинил тебя и ряд стримеров в работе на «Мизулину-младшую». Да. Как ты на это отреагировал? И она запустила «Фрэнли Файер», и она запретила крутить. Ты представляешь? Огонь по своим. Мы на нее работаем, и она нам запрещает. Да какого х**а? Не, ну тут ничего говорить не надо. Это, ну это прикол. Ты понимаешь? Да. Это не «Я действительности никому не дам в жопу за пельмени». Да в смысле? Какие бы они не были вкусные. Серьезно? Ну никогда. Собирайте технику. Валим на х** сюда. Это, знаешь, это то, что уже является неотъемлемой частью моей жизни. Мне большинство людей пишут всегда, когда теперь при слове «пельмени», понял? У них почему-то вырисовывается мое е**ло. Помнишь своего первого повара? Хочешь фоточку тебе покажу? А ну. Это 2015 год. Угу. Это очень-очень давно. И там очень-очень было вкусно. Скучаешь по нему? Ше ебанутый. Немножко. Я его не помню. Это же. Этот легендарный парик. Короче, пришло время, что меня настолько дое**ли, что я лысый, понял? Угу. Что я че-то психанул и говорю, я куплю парик и буду в нем стримить. И мне сказали, нет, ты этого не сделаешь. И я купил парик и некоторое время я сидел на стримах в нем. Но я его снял, потому что в нем пиздец как жарко. Ну прям красиво. Ну как на Баскова чем-то похожа. Да пошел он на х**, этот Басков. Что ты постоянно меня с ним сравниваешь? Не, красиво. А что у тебя за шторками? За шторами. За шторами полный пиздец. В Китае, к сожалению, нет никаких сушилок. И поэтому используют вот такие штуки, которые смотри. Мы можем подкрутить вниз и вверх, понял? Дальше мы меняем вот эту шляпу и подкручиваем вторую вниз и вверх, понял? Как это работает? Да. Дальше. Все это было как-то скучно и убого, пока я не приехал. И мы все это цветами немножко украсили. Это аквариум. У меня были черепашки, они умерли. Умерли. Ну я правда, ну что ты с тебе бёся? Сука, ну мне жалко. Ну а что ты переиграл? Умерли. Да блять, умерли. Две черепашки умерли. Ну жалко черепашек. Жалко. Пуси и Джуси их звали. Пошли. Умывальник. Душ. Унитаз. Чистенький? Ну не знаю, иди черкни. Не, давай ты лучше. Ну типа найдешь ли ты черкашь? Нету. Ну вроде. Сейчас прикинь. Дезики. Туалетные воды. Чем пользуешься? Блять, вода? Чем пользуешься? Брат, Крит. Это самая любимая нишевая парфюмерия. Егор? Да, Егор. Авентус. Пацанам большой привет. Я с ними давным-давно на связи. Давным-давно хочу делать вписку, но пока не готов. Чуть позже сделаем обязательно. Пацанам респект. Короче, вам большой привет от Егора. И... Нет. Это не Егора Крида. Парфюмерия. Ну Крит, ну вы серьезно не знаете, что такое Крит? Да знаю я. Я же теперь шутку вкинул просто. На игре слов. Короче, это один из самых любимых прям ароматов. В принципе все. А, вот эта штука охуенная. Видел? Смотри, это я купил на Таобао за 5 юаней. Смотри, бам, пачечка сигарет четко становится. И зажигалочку положить. И зажигалочку. Да, но вообще это пепельница. Понял? Которая потом бам, досталась, выкинулась и обратно ставит. Кафец. Так, пошли. Будешь смотреть лифчики и трусики? Конечно. Не надо. Вообще ничего не надо смотреть. Итак. Так, комната Алины. Ну сказать, что это полноценная прям комната нет. Она здесь просто складывает все, что... Все, что хочет. Дайсон. Ты знаешь, что такое Дайсон? Это просто ебейшее что-то. То, о чем мечтают все женщины мира. Да и мужчины тоже. Ты видел, как он подсвечивает? Сука. Посмотри. Лянь. Лянь. И вроде бы чисто, да? Но ни х**я не чисто. Лянь сколько, блядь, грязи. Ой-ой-ой-ой. Он подсвечивает каждую, блядь. А давай весь оставшийся выпуск я буду тупо х**сосить. Ну, пылесосить. Танец с Дайсоном прямо сейчас импровизирован. Танец с Дайсоном? Да. Брат, изи каткана. Смотри, ставим. Так. И типа как шест. Ну, я его сначала обхожу. Понял? Приседаю. И встаю. Отпишитесь, у кого встал х**. И я пойму, пацаны. Потому что это нормально. Нам же обязательно давить подарки, правильно я понимаю? Да. Да, надо. Ребятки, в общем, к дню пельменей, а такой существует в Китае. Ты паричок-то, оберни обратно. Да нах**. И у меня уже… Вспотел, да? Да. Ай, блядь, как чешется голова. Голова. А тебе режет слух? Голова? Вот это мое. Не, мне нравится. Это смешно выглядит. Знаешь, мне шарма дает какого-то. Блядь, ну мы просто в Донецке все так разговариваем. Шо ты голова? Слушай, а почему вы друг друга называете голова? Голова или… Ну шо ты голова? Ну типа, ну а как сказать еще человеку? Ну если он голова, блядь. Поехали к сюрпризам. Давай. Ну если в двух словах, то Under Armour запустил к дню пельменей некую коллабу с этим днем, да? С пельменным днем. И они в общем сделали своего рода… Смотри, ты видишь это? Это пельмешки. Да. Это все пельмешки. Да. Парный пельмешек. Дальше. Вот здесь. Видишь пельмешек? Вижу пельмешек. Поносил немножечко, да, уже? Чуть-чуть. Кто? Дырочку-то. Серьезно? Да. Нет. Вообще не одевала она ни разу. Это вообще ни разу не одевалась. Ну-ка, сейчас. Ну понюхай. Да. Пахнет… Чем? Потом. Паршетка. И такая же футболка, понял? И вот этот набор… А вот она. Вот в этой я стримлю. Угу. Алина подошьет немножко и все будет… Да, блядь, давай тот человек, который выиграет ее. Пусть отнесет в ателье и не выебуется. Справедливо. Справедливо. Вот этот, в общем, набор я… Разыграешь… Дарю тебе. В конце выпуска досматривайте до конца. Мы разыграем вот этот потрясающий набор. Нитки, иголку, гаражика и Алину. И роликс твои. Да и хуй тебе. Вот. Классно. Итак, вопрос от Коли. Ты говорил, что надо встречаться с девушками постарше. Рассказывай, чем же они так крутые и почему же они лучше девушек помладше. И был ли у тебя у самого такой опыт? Спасибо, Николай. Студия. Ирина. Так, Колян, я до сих пор не отрекаюсь от своих слов. Да. Чаще всего присутствует, знаешь, некая ветренность. И какой-то даже доля долб***изма у девочек молодых. Даже своего рода амбициозность. И я не скажу, что это эгоцентризм, это эгоизм. Чаще всего. Я понимаю, что есть исключения везде. Но, тем не менее, такие присутствуют. И современное поколение, оно не знает, чего оно хочет. Ну, то есть их взгляды на жизнь меняются ежедневно. А женщины постарше, они знают все. Вот такое ощущение, что они чувствуют тебя на каком-то вот молекулярном уровне. Понимаешь? Я не говорю, что, ну, женщина должна там, блять, приготовить тебе и то. Нет. Это стереотипы конченые. И я таких людей вообще не понимаю. Которые, знай свое место, женщина. Ты чё? Ты чё, долб*** вообще? А чем она отличается от тебя? Что ты себя накрутил, бегудей? Блять. Блять. Вот женщина все равно как бы вот чувствует, понял? Интуитивно чувствует, что ты сейчас хочешь. Если ты хочешь побыть один, и ты заебаный, она даст тебе это время. Понимаешь? Если ты хочешь классный-классный минет, она сделает тебе его. Понимаешь? Если ты хочешь покушать вкусно, она чувствует, что ты голоден, да. А что ты хочешь? Да не знаю, на свое усмотрение. И она угадает, блять. Понимаешь? Она будет точно знать, что ты хочешь. И ты съешь, и ты подумаешь, блять, именно этого я и хотел. И второй вопрос. Были ли у меня постарше? Да. Были. И, так скажем, неоднократно. Какая максимальная разница в возрасте? 15 лет. Девчонка была старше тебя на 15 лет? Да. Сорок. Это не было встречаниями как таковыми, это не было отношениями. Это не отношениями? Это были, да. Ради каких-то удовлетворения каких-то физических потребностей. Понял? Сколько лет Алине? 23 года. У нас разница в полный круг. Ну, то есть я кот по китайскому календарю, я она кот. У нас полный круг разницы. Ты кот, а она котик. Или котик ты, а она кот. Сука. Заставил задуматься, да? Я не знаю. Честное слово. Возможно, потому что она какой-то скрытный человек. Она, ну вот, она необщительная. Понял? Ну, то есть если бы она, наверное, часто разговаривала и несла какую-то хуйню, я бы думал, господи, да что она… А с нее надо выманивать каждое слово, понимаешь? Вот, она просто, ну, она больше слушает. И мне кажется, что это отличное качество человека. Как вы сошлись? И на чем? Мы уже давно друг друга знаем. Мы очень долгое время жили в одном городе, работали в одном городе. Она мне сразу была симпатичная, я скрывать этого не буду. В городе Ухань? Да. Я не пойму даже, как это случилось. У меня были отношения, которые закончились тоже печально, потраченные 6 лет впустую. И у нее были отношения, которые тоже были на расстоянии, там, понял? И тоже это все закончилось резко, и у меня это все закончилось. И какой-то период мы побыли наедине, ну, понял? Она сама с собой, я сам с собой. И с рукой? И с рукой. Да. Кстати, по поводу дрочки. Ну? Я, брат, я, наверное, какой-то не такой. Ну-ка. Я почему-то не дрочу. Вообще не дрочишь? Нет. Я сначала, вот когда, знаешь, физически уже прям разбухают яйца, ну, становятся прям огромные, и я понимаю, что, ну, вот нужно физиологически все это выплеснуть, да? Но потом у меня не входит это в систему. Вот мы обсуждали с пацанами, они уходят, знаешь, в какой-то прям вот в рейд какой-то дрочащий. Понял? И вот они… Вот злой мне говорил там, Эвелон, они могут прям несколько дней, несколько недель подряд. Я не могу так. У меня как-то это не… ну, мне это не нравится. Я ловил себя на мысли, что первый раз нормально, второй раз нормально, третий раз я уже включаю какое-то порно, да? И… Да ну, блядь, ну что это за актерская игра? Ну что это? Ты мог по-другому обыграть, понял? Выключил. Все. Вот на этом и закончилось. То есть твой внутренний эстет мешает тебе? Нормальная дрочка? Да, мешает дрочить. Перфекционист. Внутренний мешает дрочить. Вы побыли наедине. И? Да, и потом я приехал в Ухань, и мы встретились, получается, большой компанией, у меня там все друзья находятся. И мы встретились с большой компанией, и как-то я понял, что, ну, что-то какой-то огонек понял, промелькнул. Надо действовать. Да, да. И я прям взял все в свои руки и говорю, ты, я, ебаться. Гоу. Ок. Пон. И все. Ну, как-то это получилось. Ну, то есть красивой какой-то истории нет. Это просто все получилось как-то вот, знаешь, нативно. Встретились, побыли чуть вместе. Поняли, что вдвоем комфортно, классно. Давай, ты приедешь ко мне? Да, приеду. Приехала на время, потом уехала, собрала вещи и приехала уже навсегда. С котом. С котом. Со скотом. Со скотом. Со скотом. Такой скот. Ее родителей не смущает, что у вас разница в возрасте? Абсолютно нет. Абсолютно нет. Мама к этому очень нормально относится. Отец мне поебать, что думает ее отец, потому как он, наверное, такой же, как и мой. Ну, где-то в круиз ушел за хлебом когда-то. И, ну, и все. Мама у нее китаянка. Батя съебать. Батя пекарь. Допускаешь, что все это может перерасти в семью, в детей? Не отрицаю такого факта. Но и не могу полностью, знаешь, сказать, что, ой, да. Да ну, время покажет. Пусть чуть-чуть. Конечно, я так думал и перед этим, что время покажет, время покажет, а время не показывало. Только усугубляло все. Может уже пора ждать, блядь. Часики-то мои точно тикают биологические, понял? У нее-то все в порядке, а у меня уже во сколько привезти дочку в школу? В сорок пять, блядь. И все будут кричать, дедушка, дедушка. Не очень бы хотелось. По поводу вообще желания ребенка. Да, очень хочу. Особенно с того времени, когда начал работать с детьми. Ну, это прям, это живой антидепрессант. И я очень хочу девочку. Представляешь? Какой-то странный, да? Вроде бы понятие. Вроде бы все мужики хотят пацана воспитывать по своему образу и подобию. Нет, очень хочу девочку. Это будет... Я буду самым лучшим отцом, клянусь. Если родится мальчик, я нахуй разыграю его у вас на шоу. Прикольная система. Вот посмотрите все, что в Китае заходишь три света, да? У тебя есть. Какое сегодня твое настроение? Тепленький свет. Смешанный свет и холодный. Кайф. Везде так? Везде так, но я не задумывался. А какая разница, какое у тебя настроение в выборе света? Холодный, теплый или... Да первый, который включил, лишь бы было видно. А в общем вот кровать. Это как бы ложе. А, ковер мне подарили. Ребятки сделали. Это мой портрет. Это твой портрет? Да. Ну просто ты не узнал, потому что здесь есть какой-то волосяной покров, да? Да, да. Это Дайсон... Как он называется правильно? Дайсон увлажнитель воздуха. Увлажнитель воздуха. А ты, блядь, сечешь. Я научился. А это мне подарили на день рождения и... Это Гарри Поттер. Гарри Поттер. Это Лего, да. Чем вы тут занимаетесь, я спрашивать не буду. Наверняка смотрите серию. Брат, если ты имеешь в виду какую-то активную половую жизнь, то здесь она крайне редко. Угу. Здесь в основном я прихожу, блядь, после работы и просто вымыкаюсь нахер. Если какую-то половую, то мы больше диванчик, знаешь. Я думаю, ты скажешь парк, где снимали Мулан. Чем похвастаешься? Брат, да абсолютно ничем. Да смой, если. Во, посмотри. Ух ты. Бэтфайв. Это Ленин. Это чисто китайский бренд. Ладно. Дальше. Адидас. Филла. Ну, то есть, чем похвастаться? А, есть одна. Ну-ка. Дорогущая, дорогущая. Сейчас тебе покажу. Ну, это чисто для... Вот. Это закрыть ештальт и повыебываться. Барбаре. Семь тысяч триста юаней, сука. Семь триста? Да. Триста. Отсосивого тракториста? Короче, вот. Это единственная футболка. Это самая-самая дорогая. Эта футболка дороже, чем весь вот этот гардероб, который висит здесь. Зачем я ее купил? Не знаю. Потому что, блядь, должна быть одна какая-то. Понял? Которая прям, не знаю. На... На... На свадьбу одену. Я хуй его знаю. Кто тебе дороже? Я или футболка эта? Ты, брат. Ты. Забирай ее нахуй. Вот это классная еще. Спину, если покажешь. Ну-ка, ну-ка, давай посмотрим. Вот эту я очень люблю. М-м-м. Естественно, это может обидеть чувства верующих. Но вот эта рубашка, это прям одна из лучших. Одна из любимейших рубашек. А кто на ней? Джаред Лето, блядь. Вешай. Подожди, как вы называете вот это вот? Ну, вот это. Вот это худи. Худи? Это худи. Это пайта, сука. Как ты вот это называешь? Вешалка. Это тремпель. Тремпель. Ага. И всю жизнь был тремпелем. Ты еще скажи плечики. Плечики. Хуй... А как ты это называешь? Это футболка. Тишка, брат. Кто? Тишка. Пошел в пи... Слушай, давай знаем, что сделаем? Давай в рамках, ну, какого-то исключения сделаем еще один подарок от меня. Можно это или нет? Давай. Пацаны. Смотрите. Вот эта штука, которая всегда стояла на фоне и которая очень-очень недорога, это... глиняный чайник, ну, причем ручной работы, понимаешь, да? Офигеть. Дальше. Крышечка и 4 чашечки тоже ручной работы, тоже глиняные для китайского чая. Понял, да? А, здесь можно. И дальше это еще не все. Пацаны, 9 сортов отборного пуэра в каждой. Прекрасно. Тот чай, который вы можете с утра заварить... Я думаю, что это должен быть главный приз. И потом вштырит на... Так, что можно идти брать маленький топор и идти в Сибирь и рубать лес. А, кстати, еще, пацаны. Монета правды. Видели вы или нет? Две стороны. Yes. No. Yes. И эта монета всегда говорит правду. Вот давай сейчас проверим. Давай. Смотри. Ты трахался в жопу когда-то? No. Нет, говорит. А ты? Я трахался? Да. Yes. Видишь? Монета говорит правду, брат. Блядь, получилось как-то, сука. Я хотел, чтобы тебе выпало. Да, а мне нет. Это шо? Кофе. Американо твое. Американо. Серьезно? В бамбуке. Это кофе? А можешь снять, брат? Надо. Вставьте это в выпуск. Нет. Это прям кофе в бамбуке? Да. Кофе в бамбуке на? Да. Богач. Я не с такой семьи, как другий, брат. Белый господин. Я с богатой. Саш, Донецк 90. Рассказывай, что это было за место. Это было ад на земле, брат. Опять же, при всей любви к моему городу. Это было самое тяжелое время. Ну, для нашей семьи, в частности. Мы росли без отца. Трое детей. Мать одна. Это развал Советского Союза. И с деньгами вообще туго. И на работе ей выдавали продуктами. Денег вообще не было. Представляешь? Естественно, эти продукты уходили за первые, не знаю, четыре дня. Мы жили бедно, братан. От слова вообще бедно. Ну, понимаешь? Не то, что там среднего достатка. Прям из очень бедной семьи. Случалось такое, что неоднократно соседи, да? Когда мама стучалась в очередной раз, чтобы взять там соли, хлеба, не знаю, чего-нибудь покушать. Просто не открывали дверь. Самый яркий момент, который врезался мне в голову, это у меня была крестная. Человек, который в то время занимался мясом. Ну, то есть, спасибо ей огромное. В частности, из-за нее мы, наверное, выжили. И она отдавала часто кости, понял, собакам, чтобы... У нас собаки еще были в свой дом, понял? И вот в этих костях, на этих костях она сходила в балку. Балка – это такой, ну, условный спуск, да? Огород и спуск к речке. У нас свой дом и речушка течет там. И вот она нарвала крапивы. И из этой крапивы она сварила суп на этих костях. И вот этим супом мы питались около месяца. Я не знаю. И как он на вкус? Честно, дерьмой. Ну, брат, опять же, давай смотреть на это все с другой стороны. Вот если бы меня сейчас спросили откровенно, Сань, ты хочешь что-то изменить в своей жизни, в своем прошлом? Я бы сказал, нет. Потому что именно вот это детство сделало меня таким, какой я есть сейчас. Маме приходилось подворовывать еду с работы, чтобы прокормить вас? Да. Да, да, да. Неоднократно. И я знаю об этом. У нее был специальный пояс, там, как он называется? Из собачьей шерсти или что, да? Ну да. Противо там какой-то травматический. В общем, у нее там проблемы со спиной. И вот в этот пояс тонкими слоями она складывала тесто в пакет и заворачивала впереди и тесто сзади. И просто это тесто она выпекала где-нибудь либо на сковородке, и мы ели это тесто. Было ли это вкусно? Это было охуительно вкусно. Если она еще присыпала чуть сахарком, то это была пища богов. Вот ты бы на такой шаг пошел на ее месте? Ради семьи? Ну, понятно, ради выживания. Естественно, да. Сейчас будет фраза Доминика Торетто, да, но нет ничего важнее семьи, брат. Нет ничего важнее. И приступил бы я за кон, если бы на кону была там жизнь моей семьи и угроза вообще существования, это естественно. Но угроза там голода и базовых каких-то потребностей, да, приступил бы неоднократно, даже не оглядываясь. Да. У мамы же было две работы? Да. То есть одна это повар-кондитер? Да. Вторая? Уборщица. Ну, получается, ты ее, наверное, редко видел? Очень редко. Состоянные смены? Да, единственное, когда мы ее видели, это спящую, и мы знали, что обед-молчание нужно сохранять полный. Иначе у нее есть шесть часов, чтобы просто поспать и уйти опять на работу. Чтобы прокормить три рта голодную. Получается, твоим воспитанием в основном занимался брат, наверное? Да. Полностью. Полностью. У меня был брат. Так. Царство небесное ему. Это потрясающий человек. Я при всем своем интеллекте, харизме, да, и чувстве юмора, я жалкое подобие его. Это был выдающийся человек. К сожалению, он умер, умер от наркотиков. Ну, в то время было тяжело, когда не было ничего и была только единственная возможность примкнуть к некой группировке, понял? Ну, то есть к какой-то банде. А когда у тебя появляется возможность приобрести что-то и статус твой повышается, то хочется попробовать всего и разного. В общем, те, кто понимает, тот понимает. И, в общем, он ушел из жизни в тридцать, в тридцать два года. Это было десять лет назад. Около того. Я вспоминаю, знаешь, какую картину? А когда он где-то что-то наебулил, да? Что-то сделал не то. И мама, она гораздо меньше ростом. Вот у меня сто восемьдесят девять, да? Брат был два ноль семь. Представляешь, да? Ух ты! Гигант! И девяносто шесть килограмм веса. Ну, то есть, прям машина. Вот если есть люди, которые созданы убивать, он идеально был создан для этого. И самое интересное, это когда мама, Игорь, я тебе сказал… И выпрыгивает и… Ну, понял? Лещачество в воздухе. Ну, да, да, леща. И причем лещ у мамы нормальный. Она кандидат мастера спорта по волейболу у советского суда. Понял? Плотный, да. То есть, она может так дать, ты легко узнаешь, в каком ухе звенит. Понял? Сразу, моментально узнаешь. Ну, и она выпрыгивает. Игорь! И он стоит, блядь, ну, он грибу опустил. А шо? Против мамы ж ничего. Понял? Ну, да. Это святое. Это, конечно, вот этот момент, это самый такой светло вырезанный, понял, в моей памяти. И второй момент, вызывающий улыбку, это подходит маме. Это уже стало гораздо лучше. Понял? Подходит мама, я лежу на диване, он лежит в своей комнате. Она подходит и говорит, Саша, я хочу туи. Я говорю, мама, что такое туи? Она говорит, это, короче, хвойные, растущие, вот, ну, вот в такой форме елочки, только туя. Запомни назад. Я говорю, хорошо, а сколько она стоит? Она говорит, 1800 гривен одна. Я говорю, сколько? А у меня тогда, ну, чтоб ты понимал, стипендия была, что-то около 100 гривен, понял? Я просто примерно прикинул, это год я буду собирать на одну тую, чисто со стипендии откладывать. Я говорю, мам, у меня нет таких денег, все, давай. Я не куплю тебе тую. Она ок, отходит в другую спальню, говорит, подходит к Игорю, он лежит. Игорь, я хочу тую. Он говорит, что такое туя? Тоже. Она идиоты, говорит, и объясняет то же самое, понял? Тут же, говорит, ты что не слушал, когда я Саше объяснял? И тут вырывается фраза, которая злополучная фраза у нее. У нас наверху, когда на выходе из улицы, есть заправка пит-стоп и целый комплекс СТО, да? И вот там он усажен туями. Он говорит, все, я понял, какие туи. Следующее утро, брат, 4 утра. Мама выходит, куда-то собирается, ну, в общем, на работу, она очень рано встает. Вот, стоят две туи в пакетах запакованы. Она, Боже, спасибо вам, дети. Все-таки, Господи, услышал мои молитвы. Я примерно уже понимаю, что происходит. Я еду в училище, в общем, сажусь на маршрутку, на пути к остановке. Я прохожу мимо этого СТО, и вот идет туя, 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 дырка, дырка на туя, 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 понял? То есть, вот эти две чудом вот исчезли. Вот это была ее ошибка, и обозначить, что именно там они растут, понял? Ты же совмещал танцы и бокс. Тоже очень такие полярные дисциплины, на самом деле. Да, и выбор пришел очевиден, когда мне разбили вот такое, ну, прям огромное-огромное. И я пришел на выступление, и мне сказали, в смысле? Я говорю, ну, у нас концерт, типа, дайте мне, выдайте мне костюм, я пойду на сцену. Он говорит, ты никуда не пойдешь, все, иди нахер сюда. А я с красным, с бордовым, блять, лицом вот таким огромным. И пришло время, когда руководитель говорит, Санечка, ну, уже пора как бы выбирать. Понятно, что... И я не знаю, какой волей, случая, либо фатумом, либо господним промыслом я выбрал именно хореографию. Вот, с одной стороны, ты пацан в лосинах, а мы знаем, кто в то время были пацаны с лосинами. Это вообще максимально нерукопожатные ребята. А с другой стороны, ты орчишь на улице, у тебя, ну, брат такой серьезный. Вот в том-то и был парадокс меня, понимаешь, что вот те танцы, которыми я занимался, и то, чем я, ну, как бы увлекался, да, несовместимо с теми вот ребятами, которые на улице. Но, опять же, возможно, с подачи моего брата. Я видел несколько диалогов, когда он сидел со старшим, и я подходил просто позороваться, да, и вылетело такое, что ты танцор, ну, типа, станцуешь пацанам. И случалось так, что брат говорил, перебивал его в это время и говорил, слушай, ты, сука, что ты видел, кроме своей осиноватой? Сидишь тут у тыра, что ты видел? А малой ты знаешь уже, дебил? И перечисляет страны, блядь, и ты представляешь, какой он босяцкий мир представляет вот там? И они все затыкали, потому что, ну, не просто потому, что это сказал там Зуб, да, и этот голос был авторитетный. Нет, потому что он все по факту рассказал. Ну, они ничего не видели и не увидят, кроме там, ну, нашей улицы, да, и какой-нибудь, блядь, решетки. Либо подъезда со шприцом. А вы колесили, да? Да. Постоянно? Да. Начиная с возраста 14 лет не было ни одного года до где-то 22 лет. Не было ни одного года, чтобы мы куда-то не выезжали. Это постоянные гастроли. Причем гастроли были настолько долгие, что мы уезжали и на три месяца там какая-нибудь Италия, Португалия, да. Мы объездили всю Европу, начиная с ближней, Чехия, Польша, не знаю, Германия, Италия, Венгрия, Франция, Португалия, Испания. А кто оплачивал эти поездки? Ну, разные были спонсоры. В основном Кахада, Авела, банк испанский. Мы представляли его. Да? Ну, типа, как реклама банка, да, мы... Большие плаца, обычно, ну, площади, понял? Это называется, плаца. Как вообще был связан ансамбль в Донецке и банк в Испании? А связи, связи руководителя. Просто постоянно. Им очень нравилось, понял, это все. Испанцам, итальянцам очень нравилось прийти на открытую площадь, понял? И вот там выступает ансамбль. Причем народный ансамбль. Ну, причем это сильно, это вместе с оркестром, живой звук. Ты представляешь, что такое? И прям мощная машина, как один организм, человек 30-40 на сцене. Это потрясающе. Это очень красиво. Насколько балет — это конкурентная среда? Вот люди там завидуют друг другу, пытаются поднасрать друг другу? Ну, не знаю, но мы в своем понятии не сталкивались с таким, что вот, тот там пытается кого-то как-то подколоть, чтобы тот плохо выступил. Нет. Я умел плохо выступать и без подфолов, понял? Я потрясающе с этим справлялся, блядь. Я мог и в кулисы улететь нахуй, понял? Ну, на каком-нибудь акробатическом элементе. И у меня могли шаровары спасть нахуй, ну, полностью упасть. И перед зрителями остаться в трусах, понял? Я понял. Видать, у тебя отличается понятие балет от хореографии. То есть я прям не балерина, понял? Не балерун. У меня не было партии ни ведущей, ни сольной, ни в кардебалете я не танцевал. Нет. Я народник. Народные танцы, слышал, да? Да. В общем, у нас был народный ансамбль песни и танца. Но балет, как таковой, классика, классический танец, он был основой. И он остается основой всех основ. Ты делаешь вид, что тебе интересно, сука. Тебе ж ничего не интересно. Нет. Я знаешь, что вспомнил? Что? Я же тоже был в народном ансамбле. Серьезно? Два года, да. Я два года танцевал в народном ансамбле. Где-то в классе в пятом-шестом. Как назывался ансамбль? Гералаш. Пришел туда случайно. И там у меня был главный факап, групповой танец. Я не х**я не умею. Девчонки, пацаны, у нас групповой танец под какую-то песню. Кто был? Какой факап? Факап. Что такое факап? Провал. Ты заебал. Ты можешь провал сказать? Факап. Провал. Доволен? Да. У меня было очень много историй. Одна из них самая яркая. Вот как ты говоришь. А только у нас был, знаешь, какой момент? С разбега бежит девочка, я должен ее на вытянутые руки. Понял? И как раз в этот момент на площади Ленина, на центральной, площадь Донецке, представляешь? Мы выварили молока. Понимаешь, да, что это такое? И я поехал танцевать. И пацаны попробовали на мне. Говорят, на, ты попробуешь? Типа, напрет или нет, мы не знаем. Потом, короче, отпишешься нам, наперло или нет. Я говорю, бам, кинул, поехал туда. И меня как у**ло. Я бледный стою. Я не понимаю, что вообще, где я, блять? Что происходит? Какой год от Рождества Христова? И тут я выхожу на сцену, прикинь, вот в этом состоянии. И тут она бежит на меня. Я клянусь, это история, пизде. Мы потом усыкались миллион раз. Она бежит на меня. И мне страшно. И я подымаю, и я откиду ее на. Прикинь. И она просто улетает в ебеня туда, в закулисье. Прикинь. И я что-то... И, короче, не ушел. Все. Вот, вот это, великолепный танцор. И все потом пришли к заключению, что повышение давления. Я сказал, да. Повысилось давление. Внутри черепное. Внутри черепное пиздец разрывало. Есть стереотип, что среди танцоров, особенно, ну, балета, хотя мы выяснили, что ты не балетный танцор, но наверняка и их знаешь, много геев. У нас не было ни одного, отвечаю. У нас народный ансамбль, ну и все прям пацаны народники. У нас всех стереотип, что бальники все геи, понял? Бальники. Хотя я очень много знаю бальников пацанов и они традиционной сексуальной ориентации. Они нормальные. Но вот сам внешак, понял? То есть у них рубашечка, понял? Грудь выбита, зализаны волосы гелем и они вот это ходят, понял? Ну, встает член, смотришь на них и встает член. Ну, ты ловился на это. Ловился неоднократно. Он танцует, у меня стоит. Я, блядь, хорошо танцует. У нас не было точно и в кругу, в ближайшем окружении, где я работал… А, нет, был один. Был один все-таки. Был один, да. Царство небесное. Пацан в Германию поехал на контракт и по неизвестным причинам выпал с общежития. Ну, как? То есть мог ли он сам это сделать? Нет. Там ситуация настолько запутанная. На круизном лайнере он работал и скорее всего выбросили его, но замяли это все. И потому что круизный лайнер, большие дяди и тети ничего не доказали, типа. Ты был балетмейстером? Балетмейстером, балетмейстером, бля. Ты был балетмейстером? Балетмейстер, е, бля. Балетмейстер, балетмейстер. Ты был балетмейстером? Да. Балетмейстером Донбасс-арены? Да, постановщиком. Это серьезная должность? Это классная должность, да. У меня была подруга, которая предложила мне эту должность, она была администратором в то время всех мероприятий. Ну, типа, пойдешь, попробуешь поставить. Есть, в общем, фан-отряд, да, небольшой. Ну, как небольшой, человек, наверное, 400. Может, и 500 иногда собиралось. Которые просто перед матчем, понял, каждый раз ставили какую-то, ну, хореографическую композицию. И, в общем, я эту хореографическую композицию каждый раз разводил. Перед каждым матчем Шехтера. Ну, не перед каждым, перед каким-нибудь триумфальным. Типа, может, там, полуфинал, понял? Плюс какая-нибудь схватка с Динамо-Киев. Это вечное противостояние этих двух команд, понял? Шахтер и Динамо – это заклятые враги, как Реал и Барса, понял? Своего рода. Ты видел хоть раз отца? Ты его не видел ни разу. Какие-то контакты поддерживал мой старший брат, понял? Какие-то. И то, я знаю, в каких целях. Дай денег. Все. Просто, чтобы его там как-то кинуть, развести. У него была хорошая шахтерская пенсия. Ну, то есть, максимально с него как-то что-то вытянуть. Пытался старший брат. Я не хотел принципиально. Естественно, видел. И видел много раз, но его картинку выдавило мое подсознание с головы. Понял? Брат, я не знаю, мы настолько разоткровенничались с тобой. Я тебе расскажу историю, которую я очень-очень храню в душе глубоко. И не хочу ее никогда открывать. Он на моих глазах тянул маму за волосы повесить ее на веревке. Он прям, ну, поднимал ее на веревке, вешал на моих глазах. С этого момента я не знаю, сколько прошло лет. И я не прощу его никогда за это. Никогда. И знаешь, как бы это ни звучало странно, когда мне сообщили о том, что он умер, я почувствовал дикое благо. Понял? Собаке собачья смерть. Я почувствовал такое удовольствие, которое прям непередаваемое удовольствие. Как мама спаслась в тот момент? Отбивалась. Естественно, в этом возрасте я не могу вспомнить этого всего. Понял? Но Игорь постоянно мне об этом повторял. Постоянно мне об этом повторял. Это было. Это было. И каждый день, каждый день он это говорил. Чтобы оно отпечаталось у нас в голове. Вы когда-нибудь обсуждали эту историю с мамой? Нет. Хорошо, что это не врезалось вот так вот. Я не вижу это перед глазами. Понял? Твоя бедность ощущалась на фоне сверстников? Условно, у них там были велосипеды, какие-нибудь приставки, а у тебя ничего этого не было. В общем, у меня был брат, который доставал мне все, что я хотел. Если я где-то заплачу и скажу, блин, какой у него велосипед, он говорит, не сын, малыш. Я встаю, и у меня завтра стоит этот велосипед. Когда брат уже начал мутить там свои какие-то схемы, я не вникал в это, я примерно понимаю, чем он занимался, но озвучивать я это не буду. У нас уже начало появляться что-то. То есть ты бы видел глаза мамы, когда он принес ей дубленку подарил. Представляешь, когда с телевизора весна, когда мы вставали и переключали вот этот, когда уже этот переключатель отломался к ебеням, у нас появился Сатурн большой, у нас появился проигрыватель, понял, который еще на дисках. Это был прям такой рывок, понял? Естественно, мама догадывалась, почему и откуда это все. И она много пыталась добиться до него, что, пожалуйста, лучше не надо, но там было бесполезно. Чем занимался старший брат? Нет. Он закончил девятую бурсу училища, электрогазосварщик, контролер сварочных работ по профессии. Отработал на заводе недолго, потому как это не его, видать, было. И он сел в тюрьму первый раз в 18, по-моему. Потом вышел через два. Где-то полгода и опять сел. Вышел через три, где-то полгода и опять сел. Какие статьи? Кража госимущества, мошенничества. Сбыт наркотических. Какие люди крутились вокруг твоего брата? Вообще ты соприкасался с его миром? Соприкасался, но он меня ограждал от его мира. Максимально ограждал. Видать, он понимал, к чему ведет этот мир. И однажды он сказал красивые вещи, типа, я говорю, Игорь, но это же дорога в никуда. И он говорит, малыш, я хочу. Он меня малыш все время назвал. Это у тебя будет жизнь долгая и счастливая. И ты умрешь в объятиях любимой женщины с детьми. А я не хочу этого. Я хочу по-другому. Пусть свет моей свечки будет очень ярким, но быстрым. Смерть брата. Тебе было 20 с чем-то лет, получается. К этому все шло? Ну вот его жизнь так шла? Или это было спонтанно? К сожалению, да. Употребление, ну, отдельных веществ и одновременное занятие, ну, тяжим спортом, нельзя этого делать. Ну, то есть, не выдержит, блядь, ничего не выдержит. Организм нормального, даже здорового человека не выдержит. А у него был организм нездорового человека, потому как они в системе сидели очень долго и убили себя, ну, очень сильно вот этими веществами. Ну, какими веществами, давай определенно говорить. Винт. Слышал, да, о таком? Да. Дальше. Начиналось все с него. Дальше все потяжелее, типа опиума, шира, да? И иногда какие-нибудь кокаины, героины. Ну, когда завозили. Чисто пацаны передавали приветы и все. Сколько лет он был в системе? Лет 15. Это было неожиданностью, когда тебе сообщили? Он умер у меня на руках. Прям вот у меня на руках. Это было в квартире у вас? Нет, это было в больнице. В больнице, да? Да, его забрали. У него была передозировка, да? Да. Все время хочу его как-то оградить, понял? Рассказывая какие-то истории по типу, что он все равно хороший, он хороший. И пытаюсь как-то оправдать, понял? Вот замечаю за собой. И все время хочу скрыть тот факт, что вот он, он просто умер, он просто умер. Нет, он не просто так умер. Он умер именно от передозировки. Постя. Может, это для кого-то станет примером. И умер у меня на руках в больнице, и я орал, давай, сука, спасай. Давай, спасай, у него кровь со рта пошла. Он ел пельмени. Кстати. Пельмени? Да. Он ел пельмени, говорит, что... Или кетчуп, или что-то. А я понял, что у него кровь со рта, и... И начал дергаться, и прибегает доктор, и я кричу, спасай, спасай быстро, скоро. И они что-то начинают, что-то начинают вкалывать, он выводит меня, а на выводе я никуда не выйду, меня связывают эти санитары, я не знаю, штуки, наверное, 4-5 мужиков меня вытягивают на улицу. И он выходит и говорит, время, ну и констатация смерти. Я говорю, какая смерть? И начинаю кидаться прям, ну, я разбил руки об этого мужика. Хотя человек в чем-то виноват, нет. Ну, там ничего не можно, нельзя было сделать. Это оторвавшийся трон. Все. То есть это моментальное кровоизлияние. Моментальное. Но получается, все-таки это не передозировка раз, оторвавшийся трон. Это на фоне передозировки. И я знаю человека, который принес ему еще одну дозу, которая стала фатальной. Туда, прям в палату. Простил человек? Нет. Она умерла. Это девушка была? Да. Они встречались, да? Нет. Ну, тоже от похожего недуга. Да. Понимаю. Как семья переживает? Очень тяжело. Для меня упала вся картина какой-то стабильности и безопасности. Потому что он был для меня всем. Ну, не то что стеной, а стенищей, блять. Бетонной. Он всегда решил за меня любой вопрос. И я понял, что все. Теперь все передается мне в руки. Мама очень ужасно восприняла. Особенно в храме. Особенно, когда на кладбище. Когда закапывали. Ну, там вообще. Эту сцену. Я не хочу даже вспоминать ее лицо, ее выражение. Она стояла, ну, вот, понял. Если есть в глазах опустошение, ну, ничего, понял. То вот у нее было около месяца вот такое состояние. Я всячески пытался поддерживать. Те люди, которые меня пытались поддержать, сразу шли на... Сразу. Мне не нужна была ничья поддержка. Я полгода не общался вообще ни с кем. Вообще ни с кем. Просто вот я как робот выходил, что-то делал. И приходил домой, и все. И сидел. При этом ты же рассказывал, что плюс-минус в тот момент ты и сам вел деструктивный образ жизни. Или уже не вел? К тому времени уже нет. К тому времени нет. И что стало причиной... Так, ну, если ты понимаешь понятие сидеть в системе, и если я этого, в принципе, не скрываю, то я тоже был... Тоже сидел в системе. Все начиналось, естественно, с покуривания анаши где-нибудь, понял? Потом какая-нибудь молочина, химка, если кто-то понимает, что это такое. Был потом период, что тромодол и тромолгин захватил полностью все. Аптечка? Да. Потом, естественно, этого мало. Первентин. Первентин. Шира. способствовали этому. Эта история вообще просто до опиздинения тяжелая. В общем, пришло к тому, что я поймал молотки. Что такое понятие молотки? Это передозировка первентином. Это настолько высокое-высокое давление, как пацаны спасались от этого. Они вонзали просто пустой шприц себе в вену и отбирали кровь, дабы снизить давление. Понял? Я не знал о том, что так можно сделать. Сделал бы я? Да. Я бы сделал все, что угодно, лишь бы избавиться от этого. Молотки – это почему названы молотками? Такое ощущение, что вот твоя голова – это наковальня. Понял? И со всей силы стоят два человека, и раз в пять секунд кувалды бьют тебя по голове. Вот это такая боль. Просто раз – удар. Пока ты начинаешь отходить, зазвенело в ушах, ты открываешь рот, хоть как-то прийти – второй удар. Все, который уже аж сводит, блять, ноги, понял у тебя? Третий удар, который сковывает аж живот. И все, тело скручивает настолько сильно, что по концовке ты лежишь и… Ну, тебе пи*** полное. Ты просто хочешь, пожалуйста, господи, пусть я просто умру сейчас. Пожалуйста, избавь именно вот от этого. Вторым самым жестким стресс-фактором, который на меня повлиял, ты не поверишь. Это фильм «Рэквейм по мечте». После просмотра которого я первый раз задумался, что… Опа! Них*** себе какие повороты. И третий, слава богу, что эти все факторы собрались в одно время. И третий, на следующий день смерть кента, который… На фоне паранойи от этого же винта. Твой близкий. Да. И я понял, что… Стоп, Саша. Ты видишь, к чему ведет эта дорога? Видишь, что это за дорога? И я говорю все. Я брошу. И тут я бросаю и сталкиваюсь с проблемой, что я не могу бросить, брат. Самая сложная зависимость – это зависимость психологическая. То есть, состояние зависимости от ширы, ломку, да, шировую, перебить в принципе реально. Но вот отсюда выгнать то состояние кайфа и той серой и скучной жизни, которая без наркоты, ты уже не можешь. И меня хотели сначала везти в Гомель, ой, в Геническ. Что такое Геническ? Это под Мелитополем есть место, где своего рода рехаб, понял? Где люди ударяются в веру, и несколько пацанов выбрались именно с помощью этого места. Она такая баптистская тема. Типа того, да. Но меня, знаешь, что остановило? Что пришел этот тип на собеседование со мной и сказал, что ты должен привлечь всю свою семью туда, понял? К вере. Тебе будет легче. Дальше у тебя есть друзья, которые… И меня это напугало, понял? Ну, то есть, он хотел втянуть вообще с помощью меня там целую секту, блять, создать какую-то. И мало ли чем бы это обернулось. И потом мы узнавали факты, что в этих лагерях потом насильственно держали людей, понял? И просто как рабовладельческий труд, блять, понимаешь? Использовали этих людей. А-ля под видом трудотерапии. Да, 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 да. Но на самом деле они пахали, просто ничего не видели. Ни денег, какую-то жрачку свиную, понял? И… В общем, я решил сам. Слава Богу, нашлись пацаны, которые сказали, мы тебе поможем. И я говорю, давайте. И я не ожидал, что помогут именно так. Меня закрывают в подвале. Выбраться я не могу. Я ломиться не могу. Я просидел там 40 дней. Первые две недели, эти две недели я не хочу вспоминать вообще. Я хочу вычеркнуть просто из мозга. Единственное, что мне спускали, это каждый раз, каждый день около двух бутылок водки и еду. Водка, чтобы сбить боль, физическую ломку. Аширы. Понял, да? Ну, то есть, когда все тело выкручивает, выламывает кости, как вот… Знаешь, как на простуду. Ты ковидом болел? Болел. Ну, вот тебе выкручивало кости? Да. А теперь представь в 10 раз сильнее, когда ты не можешь ходить. Представляешь, да? Когда ты лежишь и ты не можешь пошевелиться от того, что тебе полностью сковала боль. И плюс вот эта ломка. Понял, да? Вот это было самым страшным. Мне просто спускали водку и получалось вот так вот. Граненый стакан. Я выпиваю. Выпиваю второй. Понимаю, что все, мне хуй. И я отрубаюсь. Понял? Я просыпаюсь. Надо организму что-то кушать. Я поел. Те же самые пацаны мне дали. Я попил воды. Меня начинает ломать. Опять скручивает. Настолько сильно, настолько плохо. В жар, в холод. Скачки давления. Звон в ушах. Все. Весь набор. Я выпиваю водку. Выпиваю. Чуть-чуть полегче. Я спать. Понял? И вот это две недели вот так вот. Дальше третья неделя. Я выпиваю водку. Все вроде полегче. Я уже по чуть-чуть начинаю. Все. Я сижу. Я читаю. Я много читаю. Много пытаюсь поменять в себе. Подразмыслить. И последний сороковой день. Это день просветления. Я не знаю как его по-другому назвать. Я встаю и я чувствую себя прекрасно. Я снова наливаю себе водку и понимаю, что… А нужна ли она? Нет. Я свободен. Представляешь? Открывают, я выхожу. Я вижу солнце. Я вижу траву. Представляешь? Я вижу людей. Я как подхожу к дереву и я чувствую дерево. Понимаешь? То, чего я не видел раньше. Как вот реально, какой-то больной, блять. Его выпустили, понял? С дурочки. Либо прокололи какими-нибудь препаратами. Только я понимал, что я трезв. Абсолютно трезв. И я сейчас настолько чистый, настолько счастлив, как не счастлив был никогда. Я не вернулся. И когда вам в следующий раз скажут, что бывших не бывают? Бывают. Я сижу перед тобой. Я гарантирую тебе, что никогда больше ни одно наркотическое средство не войдет в меня. Никогда. Опиши мне этот подвал. Мини кровать. Ну типа раскладушки, да, какой-то. Не сказать, что окошко, но такая круглая ниша, понял? Чтобы хоть какой-то источник света был, чтобы я понимал хотя бы это день или ночь. Дальше. Стеллажи. Ну вот своего рода спаянные железные какие-то реки, да, с деревянными досками. Вот. Вот эти стеллажи для хранения чего-то. Возможно, это был какой-то сарай для инструментов, либо, ну в общем, это было подвальное помещение. Опять же, сыро там и было ужасно. Нет. Сухо и тепло. Все было комфортно. Все было вполне нормально для жизни. Ну то есть, не какой-то столик, чашки, ложки. Ну то есть, своего рода, наверное, место, когда потом я узнал, которое спасло и очистило не одну душу. А ты, соответственно, предупредил маму, предупредил сестру, что я… Я уехал на гастроли. Да. А ты для них уехал на гастроли. Да, сестра знает правду, мама нет. Для мамы я уехал на гастроли. Твое преображение сильно их удивило? Слушай, я настолько сильно относился к тому, чтобы мама не узнала, что скорее всего нет. Единственное, чему она обрадовалась – о, ты бросила алкоголь, да? Я говорю – да, мам. Я больше не буду пить. И она говорит – это хорошо. Знала ли она о том, что я сидел на всех остальных вещах? Нет. Узнала позже. И надеюсь, что не узнает. И до сих пор не знает. А возможно, и знает, но не говорит мне об этом. И не хочет. И я не хочу ей говорить об этом. На сегодняшний день трезвость – это главное достижение твоей жизни? Да. Главная – победа. Я очень горжусь собой, что я выбрался оттуда, откуда не выбираются, брат. Оттуда нет обратного пути, понимаешь? И чем дольше времени ты не скажешь себе, не признаешься в том, что да, ты зависим и слаб, тем больше тебя затягивает туда. Первый шаг – это признание того, что ты зависим, ты слаб. Второй – это уже поиск решения. И это главное достижение в моей жизни, да. Что я молодец. Я изменил свою жизнь. Ты, отец, молодец. Давай, петушка. Топовое блюдо китайское – это гёдзи? Гёдзи – это японские жареные пельмени. Китайские – это не гёдзи, блядь. Китайские – это тяодзи. Тяодзи? Тяодзи. Тяодзи. Тяяодзи. Тяодзи. Тяодзи? Тяодзо. У тебя, блядь, выпало, что-то. Тяодзи. Ты издеваешься, что ли, блядь? Покажи первая О там мать Бл! Булочка Это как Сао Это как Сао Ты не был в Китае Ты не видел мою бабушку Ты меня не знаешь Короче, мы едем, есть эти Циао Цзин. Там тоже есть дамплинги. Так, подожди, а Циао Цзин это дамплинги? Не Циао Цзин, там нет Н, блядь. Ты дорисовываешь буквы там еще. Ну, простите. Привет, ты из БТС? Алло. Привет, хорошо. Это из БТС, братан. Привет, БТС. Я фоткал из БТС. Окей, хорошего дня. Это филипинез? Ты, получается, поднимаешь руками воду? Да? Каин, Каин. Красава, красава. Руками воду поднимает, руками поднимает воду. Я видел, видел, чудо господнее, чудо. А может сердечко? Давай, давай. Блядь, блядь. Как романтично. Ты сейчас ох... Навали, во-первых, валю мэй чуть-чуть. Да, ну, ебаю. Ебаш. Давай. Хорош. Все, достаточно. Все? Сейчас вызовут мусоров, да. Все, все, давай, быстрее. Покидаем помещение. Все, все, давай, валим. Валим, валим. Мне заплатили. Тебе заплати, конечно, у меня стрим. У меня стрим, заплати. Всегда прокатываю. Всегда прокатываю. Говорю, заплати за меня, у меня стрим. Нормально. Давай про твой первый контракт в Китае поговорим. 2014 год, начало войны в Донецке. Сам пик войны, сам пик вот этих действий, прилетов ежедневных и вот этого пиздеца полного я пережил, остался дома с мамой и с бабушкой, она еще была живая, царство небесное. Мы оставались с мамой в подвале, ночевали. И знаешь, так романтично читали сказки друг другу. Ну, представляешь, прячась от вот этого всего. Подвальное помещение, не сказать, что оно обустроено там специально под какой-то бомбе убежища, нет. Просто там соленья, знаешь, помидоры, огурцы. И вот там принесли раскладушку, матрасик. И несколько раз оставались там, ну, прям когда самая-самая жесть была. прилетала в радиусе до 25 метров от нас. Мы живем прямо на машзаводе, туда в завод прилетала неоднократно. Вылетали стекла. Ну, это что? Главное, живы-здоровы. Потом началось уже более-менее затишье. Я не скажу это перемирием. Но более-менее стало тихо по снарядным ударам. И что? И предложили мне контракт. У меня есть подруга. Мы с ней вместе пересекались. Она была директором шоу-балета. Я работал в шоу-балете в Донецке. Я не считаю себя востребованным, но тем не менее, что-то умел. А сейчас уже старый. Вообще спине, коленям давление скачет, прикинь. Член не стоит. И это только 36 лет, прикинь. Что дальше будет, я даже не знаю. Почему именно Китай? Буду откровенен из-за корыстных целей. Где здесь больше говорить? Да, да. Здесь лаве, ну, прям очень-очень много. И приехав сюда, я понял, что все деньги мира находятся не где-то в Америке, они находятся здесь. И потом я понял, что, знаешь, какое-то, блядь, процветление что ли настало. Я понял, что прям Китай это мое. Возможно, у меня кто-то из родственников дальних, может, дед был китаец, понял? Не то, что я там восхваляю, да, и прославляю китайское правительство, нет. Но здесь все как-то настолько правильно, настолько размеренно и четко, все настолько нормально сделано для людей. Поэтому я, блядь, да сказать, что влюбился, голословно будет, но скорее всего, да, влюбился. А расскажи про чуваков, с которыми ты приехал. В общем, это была, ну, своего рода сборная солянка. Все пацаны, в принципе, танцоры. И профессиональные танцоры закончили тоже высшие учебные заведения. Может, помнишь казаки группу? Короче, пацаны, типа, все в латексе и на кэблах танцуют, там, чушь, богаты, задирают ногу. Вот, типа, вот под таким предлогом мы приехали. Типа, как бойс-бенд, понял, ну, там, чисто вот хореографический в современном направлении. Первый город, к которому мы приехали, это Шэньчжэнь. Это самый юг Китая. Так. Поработали мы около трех месяцев. И потом начался, ну, все, просто клуб закончил с нами контракт, понял. И мы, типа, возвращаться домой. Ну, поехали. И все, мы вернулись домой, получается, после трех месяцев первых. И я понял, что дома, при всем уважении и при всей любви к моему городу, я его очень безумно люблю. Донецк – это лучший город на земле. Но перспектив ноль. Братан, ну, просто полностью пустой город. И я понял, что все, я не могу. Я не могу находиться, все, после вот этой движухи, понял, постоянной какого-то движа непонятного, я понял, что все, мне надо вернуться. Как тебе жилось эти три месяца в одной квартире с кучей чуваков? Абсолютно нормально. Хореографы – это отдельная, короче, раса, можно так сказать. Хореографы – это те люди, которые, вот меня сейчас поймут, люди, которые танцоры, да? За кулисье хореографа – это вообще полный пи***ь. Ты девочка, я мальчик, да? У нас есть две минуты, дабы полностью переодеть там гримы, костюмы, да? У нас нет понятия, что ты девочка, я мальчик. Она бам, вывалила, понял? Все, я ее подстегнул, здесь застегнул, у нее выпали вареники, блядь, понял? Она быстро поменяй мне там под юбник, быстро. Я ей поменял юбку. У нас нет понятия, я не смотрю, какие сиськи. Мне по***ть. Она партнер, понял? Все, и то же самое с пацанами. Ну, как бы мы понимаем, что мы работаем вместе. Мы как один живой организм. И хавать по графику, пошли хавать, работать, пошли работать, понял? Вот как своего рода армия. Ну, только на каблуках, понял, армия. Ну, это красивая армия? Ну, да. Так, фэшн, блядь. Фэшн армия. Фэшн. Итак, фотография. Какой пресс у этого мужчины? Да я машина, брат. Тебе показали. У меня реально. Ёбушки-воробушки, а. Ну, слушай. Девочки, будьте добры, не засматривайтесь. Я вообще-то занят, блядь. Итак, что это? Это какой-то стриптиз мужской или нет? Нет, это момент репетиционный. Это просто так получилось, что снимали, переодевались. Кто ходил на ваши выступления? Ну, это ночной клуб. Публика разношерстная. Ну, то есть, в основном это молодежь. Либо такие дяди, знаешь, которые приезжают на Роллс-Ройсах и заказывают по 10 бутылок майоты. Причем с самого-самого. Либо Кристалла, который за 10 тысяч юаней за бутылку. А выносят этих бутылок, ставят вот этим типам. Ну, настолько лакшери выносят, чтобы тебе не списали. Ну, наверное, блядь, бутылок 200. Вот так вот они заказывают, понял? И сидят вот компанией и пьют. А выпьют ли они эти 200 бутылок? Нет. Но главное шпонт, понял? Главное, чтобы все нихуя себе какие типы. 200 бутылок. История, как тебя пыталась снять китаянка за деньги. Это было в клубе где-то на севере. В общем, после очередного шоу мы отработали, да? И есть такая штука, вот типа, как это у девочек называется консумация. То есть, твоя задача сидеть с климентом, выпивать, да? И, ну, просто болтать с ним. А для него это статусно. Мол, с тобой сидит иностраночка, все классно, понял? Ну, все другие смотрят, он с ней пофоткался, поиграл там в шайзы. Понял, национальная игра в кубики. Поиграл в карты, неважно во что. Выпил пивка, выпил шампанского, посидел, пообщался, провел, скоротал вечерок. В общем, подходит она ко мне и говорит, выпей со мной. Я говорю, извини, я не пью, я могу с тобой чай выпить. Она говорит, отлично, давай. Наливает она мне чай, а себе говорит, ты мне очень нравишься. Я говорю, спасибо большое, мне правда очень приятно, очень льстит. Она говорит, может, пойдем со мной? Вот здесь прям при клубе есть отель наверху. Пойдем, говорит, со мной. Кстати, если пацаны вы переведете камеру, вот все собрались. Привет, ребят. Всем привет. Это вся моя фан-группа. Спасибо большое, ребят, что пришли. Спасибо за труд. Спасибо, что пришли поддержать меня. Спасибо огромное. В общем, приходит она и говорит, ты мне очень нравишься. Я говорю, это охуенно. Она говорит, пойдем в отель наверху. Я говорю, да нет, ну я, ну как бы, не хочу. Она говорит, я тебе даю 5000 уаней. 5000 уаней, это 5000 уаней, это 5000 уаней, это 5000 уаней, золотые слова, блядь. 55 тысяч рублей примерно, больше? Это около 900 долларов. 900 долларов. Да, где-то около 900 долларов. Я говорю, да ну нет, я, почему нет, я тебе не могу объяснить. Ну, назвать это своего рода каким-то сексуальным расизмом, наверное, да. Ну, то есть я поддерживаю более отечественного производителя, понял? Я считаю, что наши девушки это самые красивые девушки в мире. Подожди, но ведь у тебя девушка наполовину китаянка. Да. Что изменилось, я не знаю, что-то щелкнуло во мне. Но, опять же, что меня останавливало? Понятия ментально разные, понимаешь? Вот, то есть чистую китаянку я никогда не рассматривал для отношений, потому как ментально мы разные. Нам не о чем будет поговорить. Хотя поговорить можно обо всем, чем угодно, но вот есть понятие душевная гармония, какая-то вот слаженность, быть единым целым невозможно. К сожалению, с китаянкой. И как она отреагировала на твой отказ? Абсолютно нормально. Ну, типа она не повышала ценник. Возможно, если бы она повысила, я бы сказал бы, блядь, пошли. Соточку надо было докинуть, чтобы косарик чисто округлить. Нет, нет, нет. Ну, за косарик бы не продался. Ну, в этот момент. Ну, две тысячи долларов пошел бы. За две? Типа две, да. Это уже ни хуя себе. Это сколько пельменей? Это было... Ну, около 46 порций. В клубе, где вы работали, вы подбухивали? Пацаны, да. Я не пью алкоголь. Давно уже? Не пью около... В 21 год я бросил. Мне сейчас 36. 15 лет. 15 лет не пьешь алкоголь. Ты рассказывал, что под действием веществ алкогольных, и не только, топ-3 места, где ты просыпался, это А, другой город, Б, это дурка, В, ментовка. Да. Дурка, это было какое-то единичное посещение, или ты там лежал какое-то время? Нет, это... Ну, вообще, однажды дурку я сам себе вызвал. Это было одно из первых знакомств с фонической атакой. С генерализированным тревожным расстройством, и тревожным расстройством как таковым. И легким депрессивным эпизодом. Не прям клиническим, понял? Но для меня это было самое страшное. Я проснулся с мыслью о том, что я умираю, представляешь? И с мыслью о том, что я сейчас что-то с собой сделаю. Бьется сердце, выбрасывается сильно много над вощечниками адреналина, да, и кортизола. Ну, стресс, гормонов, кровь, да? И организм не понимает. Организм готовит тебя либо к бегству, либо к войне. Но ничего не происходит. И мозг начинает подкидывать на фоне адреналина хоть что-то, за что можно зацепиться, что происходит страшное. Понял? И первое, что я накрутил себе, у меня остановится сердце. Я начинаю задыхаться. Все, у меня нехватка воздуха. Это тоже одна из фобий. И тревожники, в принципе, понимают, о чем я говорю. Я дотерпел до вечера. Я не знаю, как. Я дотерпел до вечера, и я вызываю себе дурочку. И причем я звоню в скорую, и я говорю, я умираю. Мне говорят, подождите, что у вас случилось? Я говорю, я не знаю. Они говорят, естественно, а чем мы вам тогда можем помочь? Я говорю, если вы мне не поможете, я тогда что-то сделаю с собой. Перенаправляем вас в психонерологический диспансер. Я говорю, хорошо, давайте. Перенаправляют меня. Здравствуйте. Здравствуйте. Я сейчас что-то с собой сделаю. На каком фоне? Я, блядь, потому что у меня шизофрения. И он говорит, мы направим вам бригаду. Вы согласны? Да. Вы согласны на стационарное лечение? И тут-то я, блядь, говорю, да. То есть я даю собственное согласие. И я пролежал там долгое время. Ну как долгое, относительно долгое. Я просто знал, что есть пацаны, которые под видом справки с психонервологического скрываются от уголовной ответственности. Ну, возможно, ваши тоже так сталкивались. И мой брат тоже неоднократно пользовался этим. Познакомился я там с уникальными людьми, которые вообще просто, которые абсолютно нормальные типы. Мы с ними общались, общались. Вот, один самый яркий, я его запомнил просто. И он, я думаю, господи, да сколько аж адекватных пацанов здесь находится. И потом уже в день моего уезда он говорит, я ж Windows создал. Я говорю, что? Он говорит, я создал Windows. Просто я назвал окна, а Билл Гейтс украл мою эту. Я говорю, о, я понял, что тебе тут держат. Хорошего пребывания тебе тут. И меня забрали. Забрали, слава богу, без печатей в паспорте. А как договорился? Договорилась моя руководитель. На то время ансамбля. И ее молодой человек, ну как мужчина, очень-очень серьезного, серьезной должности. Приехал, поговорил с врачом и сказал, все нормально, типа, под мою ответственность. И меня забрали. Слушай, а как лечили тебя? Тебя чем-то кололи, там, вязали, вентили, что было? Первый день меня связали, но просто привязали, чтобы ничего с собой не сделал, понял? Потом мне назначили лечение в форме СОСЗ. Селективный ингибитор обратного захвата серотонина. Ну, либо, как у вас попроще, антидепрессанты. И мне никто не объяснил, что со мной происходит. А оказывается, это простой нейромедиаторный сбой на фоне стресса. Брат, и все сейчас, ну, вплоть до 30% смотрящих сейчас даже это, на себе проходили эту. Все знают, что такое чувство тревоги просто ни с того ни с сего. Что такое паническая атака, к сожалению. И что такое депрессивный эпизод. Пусть даже просто легкий депрессивный эпизод. Не клинический тяжелый, а хотя бы легкий. И потом, естественно, больше углубляясь в эту штуку, я начал учиться. Начал много познавать в этом. Учиться психологии, учиться рефлексам. И как я реагирую на это. И я научился справляться с этим состоянием. Ну, то есть сейчас я живую радуюсь жизни. Да, периодически может, понял, до сих пор. Может так наебать. Просто встаю и... Аааа. Булка, мне ху**а. Шо такое? Все, пот льется, сердце колотится. Но я знаю, что со мной. Знаю ли я, что умру от этого? Нет, не умру. И, ребятки, я вас прекрасно понимаю, тех людей, которые сталкивались с этим. И, знаете, самые ху**ные советчики, это близкие твои друзья, которые... Да. Не накручивай, брат. Или займись чем-то. Все будет. Пошел ты нахуй. Пошел ты нахуй. Ты не понимаешь, что это за состояние? Что это за состояние, в котором ты находишься 24 на 7? Дикое состояние тревоги, когда ты не хочешь вообще ни х**я, просто не двигаться. Не то, что там кушать и пить. Нет, вообще ничего. Пусть этот тип окунется в это состояние на полчаса, и он х**ет, он станет седым. Поэтому, ребят, убедительная просьба отвечать таким людям именно так. Вы запомнили, что нужно говорить? Я повторюсь. Пошел ты нахуй. Следующая фотография. Это была подработка. А, естественно, рассказывать об этом для широкой аудитории нельзя, особенно на китайской, потому что это нелегально. То есть это понял? Вот как модельная подработка. Из-за того, что ты не похож лицом на них, у тебя есть классная зарплата. Почему? Только потому, что ты е**ом вышел. Понял? Высокий, светловолосый. Ну, раньше был, сейчас ни х**я не осталось. И какие-то светлые глаза. Понял? Все. Это то, что вот прям идеал какой-то красоты. И поэтому какая-то модельная подработка, либо просто походить, ивент, это встреча гостей. Подработка была, в общем, какого-то очень-очень серьезного мажора, хозяина одной из авиалиний, понял, китайских. Было день рождения ребенка. Ребенку было 50 дней. 50 дней. Ребенок еще вообще не раздупляется, что нахуй происходит вокруг. Но день рождения закатали такое просто. Пригласили кучу иностранных моделей, танцоров, цирковое шоу, блядь, даже с огня. Ой, даже с очка там огнем. Понял, блядь? Для чего ребенок вообще ему просто по е**и абсолютно. Он сидит, у него течет слюна. А друзья его пришли? Да, да, сходка вот этих, полумаленьких, маленьких, бластных, да. Туго-серь, я до Васика. В общем, приходим, она говорит, срочно ты можешь приехать? Я говорю, да, мать. Она говорит, подработка здесь, в Ванде. Я говорю, да, выезжаю. Короче, приезжаю я, пиджачок, галстук, понял? Стоят уже пацаны, которые два часа до этого. Они говорят, выходит босс, срочно все групповую фотосессию. Я становлюсь вот так вот, мы прям всей движухой, понял? Чичик, с этим боссом. Она говорит, все, свободен, иди домой. Серьезно? Я говорю, в смысле, она говорит, вот, пища юаней, молодец. Было ж такое? Мать говорит, было. Вот какой халтурой, самой невообразимой, ты здесь занимался? Смотри, мы приезжаем с пацаном на подработку, и нам говорят, модельная проходка. Понял? Ну, то есть, модельная проходка, это есть подиум. Так как, ну, я ебуль, а что модель, я сейчас начну... Вон, ну, там надо было как-то красиво. Ну, типа, вот, пиджачок, понял? И ты идешь, и вот сидят какие-то девочки-китаянки, ну, как женщины, взрослые, понял? И мы, типа, всем привет, понял? Ну, развернулись и пошли, типа, обратно. Классно делает, да? Не, ну, я, блядь, братан, я сексуальный. Я иногда сам на себя, понял? Несите огнетушители, ребят. Я сексуал на себя и чуть не ебнулся. Я такой, вот уж. И она говорит, ну, там условия нужно было, ну, короче, в трусах, в плавках пройтись. Полностью, короче, голым в плавках. Я говорю, что? Мы договорились за тысячу юаней, понял? За эту модельную подработку. Она говорит, 1400. И неужели эта сука думала, что я продамся за сверху 400 юаней? Конечно, продался, нахуй. Я делал эти трусы. И мы с этим типом уехали и туда, и обратно прошлись. И покрутили там этих китаянок на руках, понял? Ну, то есть все по-высшему. И подошел клиент, ну, заказчик, понял? И говорит, это лучшее вообще мероприятие, это лучший ивент. Я говорю, мать, обращайся. За 1400 юаней я буду крутить тебя где хочешь, на чем хочешь. И как себя чувствовал? Красиво? Слушай, я вообще не парюсь. Тебя не стесняло это же обстоятельство, сто процентов. Брат, меня вообще не стесняет ничего. Мне мама сказала, знаешь, золотые слова, ну, очень смешные. Тебе пуповину отрезали, совесть отрезали вместе с пуповиной. Ну, то есть нет никакой вещи, которая меня может засмущать, либо как-то стеснить, понял? Нет никакой темы, которой я не могу обсудить. Ну, я настолько открытый и простой человек, да мне вообще нехер скрывать. И, знаешь, вот эти вот комментарии людей, типа, 36 лет ведет себя как долбать. Да пусть я лучше буду долбать, чем, знаешь, вот если серьезно относиться к этой жизни, к этим проблемам, то уровень стресса сделает из тебя долбать в прямом смысле слова, а не долбать в веселом смысле. Ты можешь поплыть от, блядь, перенагрузки. Просто вегетативная нервная система, она не выдержит этого всего. От набора, блядь, проблем, понимаешь, с которым мы сталкиваемся повседневно. Поэтому относиться к этому всему с юмором – это самый подходящий вариант. Ну, типа, ну не получилось, не встал. Похохотали и баеньки, знаешь. Оказывается, самоирония, я вычитал, что это самоиронией владеют только уверенные и сильные в себе люди, представляешь? Ну, то есть тот человек, который знает, что у него есть какой-то дефект, да, либо какой-то комплекс, да, он не будет на эту тему шутить. А я пошучу на все темы. У меня нет волос, да, я, блядь, я лысый. Так меня все называют лысым? Сука, ну, а ну, посмотри. Подожди, у тебя есть волосы. Да ну какие они, блядь, есть? Посмотри, это самое… Ну, редкие, но есть. Ну, редкие, настолько редкие. Зубы. Ты… Раз. Два. Мне полностью повытаскивали все. Это, кстати, одна из самых заветных мечт моих сбылась, понял? Я въебу в этот весь род, я по-другому не могу даже сказать, кроме как въебу, 250 тысяч юаней. И самая моя заветная мечта была это жевать. Просто чувствовать кайф от того, что я жую. Тем более ты любишь жевать? Я мясо пи***ю как люблю. Нет того человека, который… Я больше всего в жизни ненавижу веганам. Как они, сука, могут не есть мясо? Что может быть лучше медиум рейра? Ну, ты представляешь стейк вот этот? Представляю. Аж, блядь, маслице, понял? Сверху ты разрезаешь, кладешь в рот, оно аж тает это мяско. И ты аж чувствуешь, как ты един с этой коровой, блядь. Понимаешь? М-м-м. Ни хуя ты не понимаешь. Воровка или корова? Воровка. Воровка? Да, ну кого? А если… Кому больше люблю? Медиум, вот, прожарочка, идеальность, маслочка. Блядь, а можно прям с нее есть? Знаешь, как это? Ну, если разрешит, это уж ваш фетиш. Каждый берет вот эту хуя. Раз. Если ты ошибешься хоть на капельку, все пойдет по пи***. Смотри. Ты берешь измельченный чесночок и кладешь его буквально вот чуть-чуточку. Дальше. Ладзяо. Это острый перчик. Понял, да? Кладешь его чуть больше. Почему его больше? Ну, потому что по соотношению, чтобы… Не, если ты не хочешь ни с кем сосаться, тогда клади больше перца. Дальше. Соевый соус. Раз. Ну, на глаз, понял? Понял? На глаз. И так же уксус. А это что за приблуда? Это масло… Это… Тмина черного? Осуждаю черных тминов. Сейчас, подожди. Качественный товар, брат. А мне ведь макать туда дальше. Пельмешки. Нет, теперь я это. Ну что, голова, на что готов ради пельменей? На все готов, брат. За пельмени родину мать продам. Иди сюда. Что это такое? Подожди, еще не все пельмени принесли. Не принесли топовые, от которых у меня трясется ебало. А, пока лучших нет. Давай начнем с худших тогда. Давай. Давай. Вот это с фаршем. Это с фаршем. Это просто получается свиной фарш и грибы. Огурчики. Тофу. Кинза и ореховый соус. Разъеб... Арахисовый соус. Да, арахисовая прям паста соус. Это ебать, как вкусно. Это супчик. Томатный супчик с яйцом. Его надо вот так вот просто берешь, пьешь. Питьевой супчик. Питьевой. Хорошо, что ты уточняешь. Потому что я думаю, как бы я без тебя на... Описал бы этот супчик. А, и вот эта штука разъебная. А это что такое? Это, короче, сырая картошка. Только маринованная. Понял? Это прям сырая, нарезанная соломочкой картошка. Вот попробуй. Так, топовые, да? Приехали. Сейчас гляну. Да. Вот этот... Вот этот пельмень. С ним все и началось. С ним и началась моя популярность. Видишь? Да. Яичко, зелень и креветка. Ненавижу людей, которых выпадает. Кто-то же ел. Кто-то грязными руками мазюкал этот стол. Выпало на стол. Оно быдло, блядь. Берет эту креветку, макает и жрет. Прикинь, прям со стола. Свинья. Так, по ингредиентам. Давай. Креветка, которая росла на райских... Понял? В райском озере плавала. В пруду. Каждый ангел, да, отбирал эту креветочку отдельно. Понял? Дальше яичко, которые несли курочки в райских садах. Которые гуляли по вот этой свежей травке. Понял? Лук-порей и кинза, которые там находятся, они тоже росли в райских садах. Сам Боженька спустился, слепил каждый пельмешек индивидуально и поднялся назад. Настолько это вкусно. Ну, свой вердикт. Нет, подожди, ничего х**я не говори. Прочувствуй сначала. Вот просто разжуй. Пусть растечется на все рецепторы на фаи. Понял? Ты чувствуешь, как вместе со вкусом раскрывается очко твое. Фотография. Тут ты какой-то секретный агент. Джеймс Бонд. Чаньша. Чаньша. Провинция. Все то же самое. А съемка какого-то шоу по типу очень-очень популярного в Китае, особенно в Хунан провинции. И эта девочка очень-очень популярная телеведущая. И по совместительству и певица, ну как и у нас, фирма Герасим. Красим белень. В общем, мы снимались типа на подтанцовке у нее. Вот. Это тоже была подработка. Тоже не совсем легальная. Но в момент подработки мы не брезговали ничем, как бы. Ну, кроме как не выходили только на поля собирать и не шили кроссовки. А так вообще были, конечно, очень сложные моменты. Братан, рассказать обо всем, ну, это просто жопа. В момент, когда у нас заканчивалась виза и мы с пацанами выезжали, у нас был распределен бюджет настолько, что вот мы должны быть в Гонконге 7 дней, когда нам делается виза. Понял? Чтобы обратно вернуться на материковый Китай. И как раз в Гонконге есть офисы, которые делали нам визу. В общем, доходило до того, что мы планировали так, что вот есть самая дешевая еда, Макдональдс, да? И мы чизбургер один делили с пацаном на двоих в день, чтобы съесть. Были ли деньги, чтобы остаться, ночевать даже у индусов, которые сдают комнату метр на метр, понял? Где ты встал и сразу поссал в этот унитаз, понял? Который рядом с тобой стоит вот так вот прям. Не было. И было настолько печально, что пару ночей мы ночевали в парке, просто стережа друг друга, понял? Прям ночью вот так вот на лавочках мы ночевали. Один дежурит, смотрит полицию. Нет, не полицию. Полицию нечего стесняться. Вещи, чтобы не спить. Потому что у нас было все. Вплоть до документы, костюмы, вообще вся жизнь в чемодане. Вот этот период, назовем его период бомжевания, он долго продолжался? Продолжался он около месяца. Вот так вот. Может, двух. Пока мы не нашли стабильную работу. Тем же коллективом в Ченше. Нашли стабильную работу, отработали контракт. Ну, причем прям классно отработали. И снова вернулись домой. Снова вернулись домой. И вот так вот периодически. Потом у меня вошло это за привычку. Каждые полгода я ездил к маме. Понял? Я безумно скучаю по этому человеку. Я безумно ее люблю. Нет человека, который ближе мне. Сколько ты не видел маму? Три года? Больше? 2019 год. Четыре года почти. Май месяц. Да, почти четыре года. Четыре года. Вы по видеосвязи? Да, постоянно. Слава Богу. Дай Бог здоровья тому человеку, кто придумал эти скайпы, вичаты, телеграммы. Вообще, кто придумал видеозвонок. Спасибо огромное. Конечно, это не заменит каких-то тактильных, понял, и ощущений. Но мне больше всего хочется это обнять ее. Просто обнять, прижать и не отпускать, чтобы, блядь, прям сломать позвонок. Но это в пределах разумного. Понял, да? Ты вчера начал рассказывать, как купил визу. Купил визу и нарушил тем самым закупок. Законодательство, да. Наказание какое было? От пяти тысяч до тридцати административного штрафа, либо депортация. Но ты здесь. Если ты отказываешься сотрудничать с полицией. Ты сотрудничал с полицией? Как таковой нет, я просто рассказал все, как было. Ну, мне скрывать нечего. Да, я ее купил. Да, я заплатил деньги. Да, факт передачи. Да, вот скрин. Ну, врать нет смысла. Потому как изначально они зашли и говорят, а сколько ты там был дней? Я говорю, по-моему, дня два. Вы врете. Вы были там семь дней. Вот ваши билеты туда-туда, вот ваши фотографии там. Ну, бесполезно наебать их. Абсолютно бесполезно. Я говорю, а, семь? А, ну, что-то я подзабыл. Ну, короче, кашу на дурочку, говорю, не-не-не, мне от вас скрывать нечего, ребятки, я чист. Хорошо, все, больше так не делайте. Я говорю, ну, вы понимаете, что это была безвыходная ситуация. Дома война, я не могу вернуться, потому как еще ковидное ограничение, билеты по 30 косарей юаней, блядь. У меня нет даже денег на эти билеты, чтобы вернуться. И вот вы говорите, что ты должен покинуть Китай. Я не могу покинуть Китай. Поэтому, если бы вернуть время обратно, и ты бы еще раз нарушил закон и купил визу, да, нарушил бы закон и купил визу еще раз. Страшно было в момент допроса? Нет, больше знаешь, что страшно? Что они собирали весь биоматериал. Ну, то есть, они брали волосы. Ну, видно, да, что у меня волосы брали неоднократно. Короче, брали, срезали комок волос, что-то почухали руку, все отпечатки, глаза. Да, понял, ну, все вплоть до размер, рост, вес, размер обуви, отпечаток обуви, блядь. Не обуви, а ноги, понял? Я снимал, прям, ну, в какую-то черную штучку становился и прям отпечатки ног. Ну, то есть, вся биометрика полностью твоя. Понял, анализ крови и анализ мочи. Дрочил в проверку? Дрочить нет, сказали, не надо. Я говорю, пожалуйста, я хочу сам, а не нет. Пожалуйста, я говорю, я уже начал, она, блядь. Прекращай, говорит. Пожалуйста, нам это не надо, я говорю, ну, глянь. Как ты вообще попался? Задерживают с поличным ребят, которые прям уголовную ответственность, понял? Ну, вот тогда уже задерживают. А это административка. Ну, то есть, звонок, приходи. Если бы не пришел, уже передают дело в уголовку, понял? А так я прихожу, я законопослушный гражданин, я раскаиваюсь. Да, этот факт был. Да, запишите, составляйте протокол, я готов нести ответственность. Все. Административный штраф 5000 юаней, гражданин. Будьте добры, заплатите. Хорошо. Вопрос от Коли. Поехали. Вопросик про китайскую еду. Сразу ли ты в ней влюбился, или тебе нужно было какое-то время, чтобы к ней привыкнуть? И что самое странное, ты ел? Нет, китайская еда – это наркотик, брат. То есть, первый раз, когда ты приезжаешь в Китай, тебе противно все. Понял? Начиная от сферы обслуживания, тебе кажется, что все не так по сравнению с нами, до какой-то гигиены. Понял? Я вообще пацан брезгливый сам по себе. Но сейчас я тебе говорю, я буду есть где-нибудь на полу, кушая этот рис, пробежал таракан, я этого таракана уебу. То есть, мне сейчас абсолютно все равно. Самое необычное, что я ел, ну, я думаю, ну, можно не считать там каких-нибудь гусеничек, личинок, кузнечиков. Это, естественно, все пробовал. Это все как чипсики под пиво. Это мышцы, протеин. Да, да, чистый белок. Но самое необычное, это мы сидели, кушали в Шинчжене. Богатый дядька пригласил нас покушать, всем коллективом. В общем, и я спрашивал, что это, что это, что это. И потом уже на выходе он говорил по-английски. Я спрашиваю, а вот это мясо, что было? Он говорит, собака. Я говорю, в смысле собака? Ну, типа, говорю, классная шутка, но он говорит, нет, клянусь, собака. Я говорю, блядь, брат, ну, уже ж не вырвешь обратно это все, знаешь. И, ну, собака, собака. И вроде бы как говорят, что после собачьего мяса человек не заболеет туберкулезом вообще никогда. То есть там есть какой-то специальный, например, вырабатывающийся мясом. Ну, и я нашел с этого плюс. Ну, типа, жалко ли собачку, да, пизденение жалко. Но минус тубик. Нет, осуждаю, блядь. Осуждаю. Гореть людям в аду, нахуй, кто ест собак. Знаешь, самое страшное, это наткнуться в еде на волос. Ты уже понял, о чем будет следующий вопрос, о волосах. На твоей голове. Хотел когда-нибудь сделать пересадочку? Нет. Никогда, да? Я абсолютно принимаю себя таким, какой я есть. Да, лысый, да, страшненький, да. Но меня таким создал боженька, либо мать природа. Называй, как хочешь. Если даже полностью полысею, единственное, ну, что побреюсь на лысо тогда, чтобы никого не смущало это. А ты побриться на лысо не думал никогда? Нет, не хочешь. Возможно, я и хотел бы. Но есть определенные ограничения в театре. Нельзя бриться на лысо. Мне нельзя приходить в шортах, в майке, в шлепках на работу. Понимаешь? А татуировки? Госучреждения. Татуировки должны быть скрыты. Ну, то есть они знают о наличии моих татух, но они должны быть скрыты. Ну, оно так и есть. У меня футболка либо с длинным рукавом, либо с коротким, полностью закрывающая на спине татуху и на ноги. На спине давно набило? Да, очень давно. Жалеешь? Нет. Нет, нет, нет. Это же не татуировка. Это своего рода оберег. Там, если кто не знает, там в латыни написано «Спаси и сохрани». Ммм. Сейфин Райский. То есть тебя это и спасло, может сказать? Возможно, да. Это своего рода благодарность и дань Всевышнему за то, что все так получилось. У тебя группа, 40 человек, а есть прям... Это одна группа, 40 человек. Это одна, а их три группы. У меня их в общей сложности 410 детей. Начиная от 4 лет, заканчивая 14. Есть прям дети-злодеи, нехозяи. Да, да. Есть исчадие ада, понимаешь? То есть этот человек, вот, видел Омэн-фильм? Да. У него на затылке было 666. Да. Вот мне иногда хочется подойти к ней, отодвинуть волосы и посмотреть, у нее есть этот пиктограмма вот эта, дьявольская или нет. Потому что это просто. Понятие дисциплины – ноль. Понятие слушаться и уважение старших – ноль. Просто она... Она встали к станку, она... Шоу, она... Лежит на полу. Ну, сука. Как не срываешься? Таня, ну а как на них срываться? Ну, это дети. Какими мы были в детстве? Ну, вот скажи мне. Как? Сволочными? Как маме хватало вообще нервной системы управлять? Ну, подожди, это мама. Ты все-таки не мама. Ты их преподаватель, учитель, наставник и коуч. Бизнес-тренер? Ну, типа. Ес. Ну, я продам им пару курсов, пойду. Они достигнут успеха. Сто процентов. Как не срываюсь? Я не знаю. В сферу моего какого-то характера, вспыльчивого, да, я не знаю, почему это не отображается на детях. Наверное, потому что это дети. Наверное, потому что им все прощается. Давай, самое главное злодейство, которое устраивали дети. Бойкот. Мы не станем к станку, мы не будем ничего делать, мы не будем тебя слушаться, пока ты не покажешь нам лягушечку. Вот они прям шантажировали, понял? Я просто на первом занятии, когда с ними знакомился, я показывал лягушечку. Это игровой элемент, вот хореографический игровой элемент. Ну, то есть мы ложимся, да, в жабку и на растяжку растягиваемся. И получается, нужно подпрыгивать на руках, понял? И кто дальше, ну, типа. И я как-то раз прыгнул, и так получилось, что далеко, и я случайно въебался в станок, понял? И мне прилетел, и звук был, как вот дзинь, как колокольный звон, понял? По этому станку железному пошло вибрации по всему залу. Они как дали усыкаться, ну, просто весь класс. Они смеются, мне вроде и больно, и смешно, понял? Я держусь за голову. И, короче, и на следующий урок они приходят, лягушка, лягушка. Ну, теньба, я говорю, понял? Ну, типа нельзя. Они, мы ничего не будем делать. И сели. Я говорю, вы чё, сука? Это, это что за шантаж? Шантаж? Да, да. И они прям бунт. И они все вместе. Чинг-гуа, чинг-гуа. И просят прям. Я говорю, ну, хорошо. И, короче, прыгают в лягушку, они, нет, ударься головой, понял? Я говорю, я не буду, это было не специально. Вы шо, не понимаете? И, короче, пришла, слава богу, директриса и на китайском ему объяснила, что давайте с лягушечками покончим и давайте продолжать. Все, хорошо. Советы от бати. Я буду спрашивать у тебя совет, ты будешь мне его давать. Давай. Как не быть лохом по жизни? Не знаю, не быть как общая серая масса. Вот и все. Как-то, как-то выделиться. Это не значит, что там перекрасить полностью голову и накрасить там ногти, блядь, и сделать стразы на зубах. Но это значит, что... Ну и, наверное, самое главное, но среди каких-то пацанячьих понятий, это не дать себя в обиду. Все. Вот это, наверное, золотые правила. Не быть лохом. Как правильно тратить бабки? Тратить бабки нужно, опять же, по моему мнению, на свои эмоции. То, что дарит тебе эмоции. Сколько бы ты не заработал бабок, ты не заберешь их туда, когда попадешь. А все мы туда попадем. А заберешь с собой только эмоции. И те вот яркие моменты, которые ты проживаешь в жизни. Поэтому, если тебе нравится путешествуй, въеби все деньги на путешествия. Если тебе нравится коллекционировать бабочек, либо марки, въеби все деньги на бабочек. Получай удовольствие. Естественно, оставляй на еду, иначе умрешь нахуй с голода. И платите за коммунальные услуги. Как двигаться, чтобы достичь успеха? По головам нахуй. Сквозь все. Даже когда тебе все говорят, что чувак, ты делаешь полную хуйню. Это никогда не стрельнет. И не надо этим заниматься, это не твое. Если тебе это нравится, тебе приносит это кайф, нужно слать нахуй этих всех людей и двигаться дальше. В чем сила, батя? Брат, в душевном равновесии, в гармонии с собой. Вот в чем сила. А душевное равновесие – это уже целый набор факторов. Для всех он разный. Для меня это здоровье и безопасность моей семьи. Не буду отрицать какое-то финансовое благополучие, потому как с ним куда комфортнее, чем без него. И вот просто кайф. Просто ходить, дышать воздухом, понимать, что у тебя целые ручки, ножки. У тебя думающая голова. Ты слышишь, видишь. И просто благодарить за это Вселенную и Бога. Вот. Вот в этом и есть сила. В простых. В простых вещах. И это простая истина. Как дать отпор гопнику? Ну ты мне вчера показал вот этого типа, которого потом раз – ребро вырвать. Ребро вот так вот достается, понимаете? Если напали гопники, пацаны, сразу, что делаем? Говорим, пацаны, подождите. Это первое. Находите два пенька, либо две вот такие, я не знаю, что это. Дальше. Упираетесь ногой в пол. Вернее, руками в пол. Одну ногу. На один пеньок. Вторую ногу. На второй пеньок. Дальше. Пытаемся встать, чтобы не уебаться. И раз. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Короче, если упали, пацаны, опять встаете, и говорите, пацаны, подождите. Я еще раз залажу. Ну и потом, сидя уже в шпагате, поняли? Глаза, блядь, двумя, ну, дракончика, поняли? И вырываете, блядь, ребро. Его я, по-моему, порвал яйцом. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Прости. Пошел ты в пи***ю со своим шпагатом. Как больно. Я не знаю как. Постараться решить все мирным путем. Сказать, пацаны, нам это не надо. Братва, не стреляйте в друг друга. Давайте нормально попробуем разойтись. Если нет, то ни в коем случае не дать себя в обиду. Опять же, если нет явной угрозы твоей жизни, если он ни с ножом, либо ни с пистолетом, не рискуй. Отдай эти деньги, ради бога, на, на. Мне дороже жизни. Ты все равно сторчишься. Либо тебя закроют, у тебя судьба одна. Ты либо умрешь в подъезде от передозировки, либо умрешь где-то на лагере. Одно из двух. А я хочу дальше прожить жизнь. Ну и второй вариант, если ты не видишь ничего угрожающего в своей жизни, а просто вот он, эй, эй, если уверен в своем здоровье, то можно и помахаться. Ну, просто, знаешь, чтобы разогнать тело, как бы размять и... Адреналинчиков, прыснуть в кровь. Ну, прикольно иногда. Этого прям не хватает. А когда ты дрался в последний раз? Ой, очень давно. Очень-очень-очень давно. По-моему, на второй день по приезду в Китай. С пацаном он, видать, как-то не так понял. Мы общались с девочкой, просто сидели с танцовщицей в клубе. И он тоже славянской внешности, я не знаю, откуда он. И он подошел, ты что-то ты не так с ней разговариваешь, пошли выйдем. Я говорю, пошли. Ну и мы вышли на крышу какого-то ночного клуба и прям похуйчились хорошо. Все, ладно, ладно, давай, давай. На хуй спрашивается вот это было. Ну и финальное. Что такое хорошо, а что такое плохо? У меня хорошо — это просто расти, блядь, правильным человеком. Оставайся человечным. То, что нас отличает от животных. И то, в животных больше человечности, чем в людях сейчас, понимаешь? Каждый, сука, норовит тебе просто нанести какой-то удар для своей выгоды. Где-то наебать и в чем-то как-то тебя унизить, дабы превознести себя. Понимаешь? Вот, вот это плохо. А хорошо — это просто оставаться человеком. Простым человеком. Все. Круто. Банс. У нас будет счетчик пятюнь. Да, хорошо. О, точно. Счетчик пятюнь. Да. Менталитет китайцев сразу тебе понравился? Ты сразу их понял? Брат, да. Знаешь, чем понравилось? Они живые, они настоящие. Главный вопрос, который ты можешь задать, а смущает ли их, был ли какой-нибудь крик, либо возмущение по поводу «я же постоянно снимаю», да? И они часто попадают в объектив камеры, да, моей? Ну, телефона. Нет, никогда не было, представляешь? Просто они настолько дружелюбные, настолько, знаешь, отзывчивые и добрые, что они сами тебя снимают. Они вот это вот, у них тайная вот эта хуйня, но как будто я не вижу. Понял? Они подходят и снимают. Я заметил. Ну, то есть, да, с них шпионы очень-очень хуйовые. Ну, или подойди, ты спроси, можно ли сфотографироваться. Да, конечно, я ж не, блядь, Николай Басков. Подойди, я, конечно, с тобой сфотографируюсь. А думаешь, Николай откажет? Да хуй его знает. Ну, и думаю, да. А у тебя была вписка с Басковым? С Барсовым? С Барсовым. С Барсовым, блядь. С Барсовым. Ну, с Барсовым определенно было. Мы же летали к Моргену. Он, баксовый товарищ. А с Басковым не было. Но с Даней Милочина была. Ну, вот как ты думаешь, кто это? Друг Моргенштерна. Тиктокер. Друг Моргенштерна. Да, вот сейчас они вместе тусуются там на водном мотоциклах, ездят. Блядь, я... Подкасты снимают. Я очень рад за них, честно. Ну, ты бы хотел прокатиться вот с Моргеном на водном мотоцикле? Да, да. Думаешь, что... Я с утра встаю и думаю, как бы мне, блядь, сейчас прокатиться между Моргеном и Данией Милохиным сесть, и чтобы они меня прямо обжали, понял? Я с ними бы покатался. Все бы отдал. А машину бы отдал? За что? За то, чтобы прокатиться. Да нахуй бы она мне обосралась. Нет, конечно. Ощущение себя клоуном. Как часто оно у тебя присутствует? Братец, оно... Опять же, что такое клоун? Ну, то есть, есть ли линейка, которой можно измерить твою какую-то клоунность? Ну, то есть, веселое отношение, пахутическое к жизни? Да. Но клоун, значит ли это, что я... Эй, ты иди весели меня? Да нет. Я не буду, блядь, на заказ никого веселить. Я не тот человек, который будет постоянно заставлять себя, знаешь, вот с утра надо встать и делать контент ради там чего-то, ради какой-то либо финансовой выгоды, либо там какой-то, знаешь, для того, чтобы... Ой, а как же я оставлю без контента? Да нет, я скину смешных мемов, блядь, и мы вместе посмеемся, если что, понял? Если у меня нет желания прям ходить и что-то снимать. Ну, то есть, я не заставляю себя это делать. И тогда давай обрисуем. Что такое клоун, по твоему мнению? Клоун — это человек, который делает это за... Вот, ты, начинай веселить меня, понял? И вот он веселит. Опять же, буду ли я делать такое, да хер знает. Может, мне не предложили столько денег еще, чтобы, эй, ты, на тебе деньги, весели меня, понял? Ну, возможно, мне не предложили. У каждого есть своя цена. Все продается и покупается. Тот, кто отвергает это, скорее всего, продается еще дешевле. Возможно, ничего плохого нет в том, что ты клоун. Что в этом плохого? Ты веселишь людей. Если есть категория людей, которая считает меня клоуном, то ради бога. Ну, пусть я буду клоуном. Мне так, мне комфортно от того, что я делаю. Получаю ли я удовольствие от того, что я делаю? Да. Пусть это будет клоуном. Да называйте как угодно. Хоть мне вообще поебать, абсолютно. Тебя можно назвать счастливым человеком? Да. Прямо сейчас? Да. Да. А что тебя делает счастливым? Есть один фактор, который, вот если его изменить, то я стану просто, сука, я оторвусь от земли прям. Я обрету нирвану, понял? Я настолько познаю себя, что я буду самым счастливым. Если мама уедет из Донецка, и я буду понимать, что она в полной безопасности, то я буду самым счастливым человеком в мире. Но мама не хочет уезжать. Мама не хочет. Быстрее уговорить стену, блядь, куда-то подвинуться, чем уехать маму. Ну, это такое поколение воспитанное, но немного другими понятиями. Я здесь родилась, я здесь и умру. Куда я уеду? У меня малина, у меня огурцы. Какие нахуй огурцы? Я тебе куплю завод этих огурцов. Пожалуйста, просто уедь. Нет, я ничего не брошу. А как же собаки? А как же соседка? Она старенькая. Сколько бы я не угрожал, не умолял. Были разные-разные моменты, когда я искал к ней подход, как бы ее увести. Апеллировала она только одним. Ты уважаешь мое мнение? Если уважаешь, пожалуйста, я хочу остаться здесь. Пожалуйста, не трогай меня. Все. И дальше я бессилен. Все. Потому что я уважаю ее мнение. Я думаю, ты с содроганием читаешь новости про Донецк. Каждый раз трясущимися руками нахуй открываю эту группу. Там какая, по-моему, типичный Донецк. Ну, каждая группа есть. В каждом городе есть типичный там либо хуй. Да, каждый прилет, особенно Кировский район, там, где я живу. Это все. Это каждый раз мандраж, блядь, и звонок маме. А она обычно еще, она такой исполнитель. Я ей звоню, она не берет. Звоню, обстрел там 50 метров в радиусе от моего дома. И я понимаю, что это вот. Это вот прям возле моего дома. Она не берет. Все. Меня начинает, блядь, она... Ой, да шо-то, шо-то бабахнуло-то. Я в огороде. Все, шо ты хочешь? Я говорю, ебтую. Да ничего не хочу, мам. Все, нормально. Я просто тебя услышать и все. Все, давай, у меня, блядь, малина. Мне надо подвязывать малину. У меня разбилось окно в теплице. Вот. Вот это единственная ее нахуй проблема, понимаешь? Хули нам пули нас дробь не берет. У нее летают ракеты, у нее теплица нахуй разбилась. Она быстро привыкла? Там все быстро привыкли. Все были ва**и с 14-го года, когда содрогалась земля. Когда мы ночевали в подвалах, блядь, и просто крестились и без перестана читали «Отче наш». Вот так просто сидишь и читаешь один за одним. А потом как-то, ну, я не знаю, как это случилось, но, может, линия фронта отодвинулась. Может, как-то договорились они. Просто стало это реже. Но стало уже, знаешь, вот, типа, стабильно. О, стреляют. Утром стоишь с кофе. Бах, где-то уехало. Доброе утро. Все, пошли. И вот народ как-то, знаешь, адаптировался, что ли. Это на самом деле ужасно, что дети это видят. Растет поколение, которое видит войну. Это ужасно. Но, ну что, что ты сделаешь? Большие дяди решают свои геополитические интересы. Ну, дай бог, чтобы решили побыстрее. Дай бог. Я хочу домой. Большие дяди, если вы смотрите, решите, пожалуйста, быстрее. Я маму давно не видел. А ты вернешься, если позволит ситуация. Да, в любом случае. Ты же супер привык к Китаю. Это, по сути, второй дом твой. Может быть, уже первый дом. Можно, можно так сказать. Опять же, рассматриваю ли я страну как для пожизненного проживания здесь? Ну, не хочу. Не хочу. Как-то хочется что-то больше, знаешь, чтобы было больше нашего окружения. То есть больше людей, с которыми я могу вот так вот. Ну, если ты обещаешь приезжать ко мне чаще, ну, прям раз в неделю, тогда я буду оставаться здесь. Ну, чтобы мы с тобой пиздели. Да. Вот просто раз в неделю. Давай подпишем контракт, что раз в неделю вы приезжаете. Все. И вот, блядь. И тогда нормально. Ты подожди, мы добираемся до тебя три дня. Три дня. Три дня, получается, добираетесь, три дня едете обратно. И один день здесь. Все, опять возвращаетесь туда, один день, три дня сюда, один день здесь, три дня обратно. И так по жизни? И один... По жизни. Если ты мне обещаешь, то я остаюсь... А проезд кто оплачивает? Да давай сам как-то. Ты нормально зарабатываешь? Что ты прибедняешься? Ну, боюсь, что если я вот так буду делать, деньги закончатся быстро. Ну, давай хоть 50 на 50. Итак, друзья, вот в моих руках специальный нашейный вентилятор. Чудо техники, блядь. Чудо техники. Вот, включаешь, летом тебя обдувает. И это подарок. Подарок мне. Да, но ты не сказал, что ты долб*** и одел к себе этими блюдочками. А надо надеть? Ага. Вот сюда, да, чтобы было? Это подарок. И у вас тоже может быть подарок свой. Даже три... Не, ну, в любом случае будет один подарок из трех. Либо свитшотик. Не просто свитшотик, а лимитка с пельменями. Лимитка, да. Пельменная лимиточка. От Under Armour. И... От Зубарева лично вообще-то, блядь. От топ-звезды. Угу. И набор чая. Глиняный чайник. Запакован. Четыре чашечки, да. И крышечка, и девять сортов пуэрчика отборного. Ну и так, это у нас будет первое место чайный... Да. Чаечек. Второе место... Как вы называете это? Свитшотик. Это пайта, сука. Пайта. Пайта, второе место. И футболка третья. Футболка будет третья. Или футболка, как ты называешь футболку? Тишка. Сука. Ладно. Чтобы выиграть эти замечательные призы, вам нужно проявить немножко смекалочки и креатива в комментариях. Что нужно сделать, дорогой мой отец? Я хочу, чтобы в формате четверостишья, неважно, короткого стихотворения, возможно, не в рифму, пусть это будет белый стих, но люди придумают оду пельменям. Ну, своего рода гимн пельменный. Понял? Чтобы вот четверостишья, которая просто, сука, раскроет всю суть пельменей, понимаешь? Всю суть вкуса и всю суть ценности как таковых пельменей. Окей. Пишите оду пельменям в комментарии. Вот сейчас на экране появится пример этого комментария. Нужно прочитать все внимательно и быть как он. И обязательно оставить на себя ссылку в одну из социальных сетей. Иначе мы просто не сможем связаться с вами. Такое может быть. И вот YouTube почему-то не присылает уведомления на ответ на комментарии. Не сможем отправить вам эти призы. Чай мне точно пригодится, да и свитшот сядет. И отправишь мне обратно нахуй, тогда я буду это носить. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик и на сонные артерии себе нахуй, чтобы забыть все, что вы сейчас посмотрели. Давай, короче, какой-нибудь челлендж. Сколько тысяч лайков должно набрать? Вот ты давай цифру. Давай попроси. 300 тысяч лайков или... Ребят, один миллион лайков и около 6-7 миллионов просмотров. И тогда что ты за это сделаешь? Даю. Всем. Всем. Кто посмотрит? Всем лайкерам. Все можете прям... Ну... Вы понимаете, о чем я. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok